Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 мая 2016 года, вторник, по одному из старинных третий день месяца ветров, неделя, 7524 лета. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Естественная беременность в условиях мегаполиса». Это продолжение, часть вторая от того эфира, который был месяц назад на нашем радио. Твой главный сведущий Наталья Чернова. Здравия тебе, Наталья! Здравствуйте всем! Всем доброго времени суток! Итак, в прошлый раз мы приблизительно половинку задуманных вопросиков под тем так и говорили, и примерно половинка у нас осталась. Давай, наверное, не будем тянуть волос за хвост и сразу вступим в бой. Предоставляй тебе микрофон, и можешь вот без вступительного слова или без вступительного слова сразу начинать. Да, я думаю, так и сделаем, по той причине, что вопросов на самом деле много и со времени прошлого эфира мне их добавили, в общем-то, то есть люди обращались и дополнительные вопросы еще более расширили эфир, скажем так, поэтому не будем, в общем-то, долго затягивать с предисловием. Единственное, что скажу, что весь эфир сегодняшний, он такой, ну, если прошлый эфир, он такой более как бы предродовой, да, то сегодняшний он такой послеродовой, скажем. То есть все вопросы, которые сегодня мы поднимем, они связаны в основном с этим процессом. Ну вот мы на что вопросе остановились, общего нашего плана прошлого. Это, если помните, диагностики различные, которые присутствуют, естественно, далеко не самые безопасные, которые присутствуют для беременных, в общем-то. Ну, я не буду повторяться, в общем, половину из них можно избежать, если не больше, чем половину. Но, в общем, цель этих исследований для беременных далеко не ваше здоровье, чтобы вы это понимали, а для того, чтобы выявить патологии, так называемые. То есть наш шестой план, это патологии беременных называется. То есть вся вот эта предродовая диагностика, она нацелена лишь на одно – выявить так называемые патологии. Причём ключевое слово здесь – выявить. То есть даже если у вас их нет, то их надо выявить. Вот надо. Потому что на этом построена вся индустрия вообще предродового ведения. То есть вот это вот слово наблюдения беременных – это на самом деле ложь. То есть никто за вами не наблюдает, вам постоянно впаривают, извините за такое слово, какую-то патологию, даже если её нет. Потому что, ну, мы сами понимаем, почему. Потому что какой-то процент удастся склонить вообще к абортам, какой-то процент удастся склонить к применению каких-то ненужных препаратов, какой-то процент девочек удастся загнать на стационар ненужный, да, какой-то… Ну и так далее, так далее. То есть всё это, конечно, как бы отзвение одной цепи. И цель, конечно, всего этого одна. То есть не дать полноценно рождаться относительно здоровому новому поколению. Это понятно всё. К сожалению, те врачи, которые присутствуют в женских консультациях, они зачастую, ну, конечно, этого не понимают. Поэтому они вот исполнительно выполняют свой долг находить вот эти патологии. Значит, исходя из прошлого эфира этих обращений, людей, которые ко мне обращались, я сделаю вот, что во всех патологиях говорить смысла нет, что мы не уложимся в эфир. Скажу о самых ходовых, то, что я наблюдала по-своему, скажем так. Ну, то есть я когда была беременна и ходила в консультации, я смотрела совсем по другим углам, да. То есть человек, который сам из области медицины и попадает в это всё, то есть более широко смотрит на всю эту систему и смотрит на совсем другие вещи, чем обычная беременная женщина. Вот. И что хочу сказать, значит, стандартные. И по тем вопросам, которые задают люди, тоже это достаточно часто встречается, как я вижу, да. Значит, первое, что пытаются, будем так говорить, насаждать беременна, это то, что 100% может возникнуть кесарево. То есть это практически у вас вариантов нет. То есть, скорее всего, оно возникнет. В это пытаются такое впарить, будем так говорить. Значит, это следующий вопрос нашего сегодняшнего разговора. Вот. Поэтому я к нему в конце перечисления ещё раз обращусь. Вот. Значит, это такой самый ёмкий момент, к которому пытаются склониться. Второе, конечно, это наверняка все эти диагностики, они нацелены на выявление, что, скорее всего, ребёнок даун. То есть это практически, наверное, первые три анализа, они только на этой нацелены. Вот. То есть, причём, как я уже говорила, что скрининг в виде анализов крови и прочее-прочее, они дублируются УЗИ. То есть всё это только для одной цели, что выявить, что у ребёнка что-то не так с психическими моментами. Вот. И, скорее всего, у вас будут спланировать его просто убрать. Вот. Это самое распространённое. А потом патология, которая может обнаружиться, это, конечно, анализы мочи, которые будут гонять очень часто, чтобы просто вы были к этому готовы. Значит, это патология почек. Это действительно проблема. Вот. Действительно, все беременные женщины. То есть не надо этого… Вот. Если вам сказали, что у вас есть тенденция к проблеме с почками, тут надо, конечно, задуматься. Потому что действительно такое может быть. Но единственное, в чём разница, как бы, адекватной реакции, ну, скажем, относительно адекватного специалиста, да, и неадекватной реакции, там, системного врача, будем так говорить, это в том, что вот эта неадекватная реакция, она повлечёт за собой, назначение антибиотиков для лечения, вот, якобы, вот этих проблем с почками. Значит, запрещение беременной женщине пить жидкости. Ну, то есть это всё недопустимо. То есть так лечить беременную женщину нельзя. Потому что, скорее всего, при таком лечении вы точно не избежите кесарева, вам точно не избежать стационара, вам точно не избежать каких-то патологий в будущем у ребёнка. Ну, в общем, это очень серьёзная цепочка событий, которая там тащит целый кусок болезни и ваших, и ребёнка, и денег в том числе. Ну, для них, конечно. Вот. Поэтому это такая вот интересная патология, на которую стоит обратить внимание. Но лечиться по-другому. То есть лечиться с помощью очищения, лечиться с помощью натуральных методов, лечиться с помощью трав и так далее, и так далее. Ну, в общем, я не могу здесь ничего говорить конкретного по той причине, что всё очень индивидуально здесь. То есть нельзя всё так вот взять и всех беременных к общему знаменателю свести. Но могу точно сказать, что очень серьёзный процент каких-то почечных моментов возникающих во время беременности устраняется с помощью отваров, например, листьев брусники. Представьте себе. Далеко не всем нужно назначать амоксициклин, такой антибиотик, который назначается всем практически. Даже доходило до того, что даже для профилактики. Ну, то есть я не знаю, куда идёт это общество, если назначают беременным антибиотик для профилактики. Ну, то есть дальше мы будем облучать, наверное, рентгеном, не знаю, новорожденных для профилактики. Ну, то есть вообще вот. Поэтому, хотя после вакцины уже, как бы, наверное, дальше некуда. Ну, то есть вот такая патология ещё существует, и, скорее всего, её будут пугать. Но здесь не сильно стоит обратить на это внимание, но, опять же говорю, лечиться можно по-другому. Потом следующая патология, на которую тоже будут давить, скорее всего, это, значит, белок. Белок в моче. Это тоже интересная вещь. То есть что могу подсказать? То есть все вот такушеры старой системы, там ещё советской, да, они знают, что где-то до единицы это не является какой-то угрозой очень серьёзной. А всё, что выше, это, в принципе, уже достаточно серьёзно. То есть белок один, это уже серьёзно. А всё, что 0,03, там 0,005, это всё очень так. То есть примерно такой белок, он есть примерно у каждого человека, там где-то плюс-минус. Всё, что выше одного, это может вызвать отёки мозга при родах и так далее. Но, короче говоря, если вам говорят, что у вас 0,01, и он досрочно в стационар, это заработок, чтобы вы понимали это. И, скорее всего, лечить вас будут антибиотиками, лечить вас будут, потому что это же белок. Таких случаев тоже видео много. То есть это не всегда адекватно лечится. Лично мой случай – это то, что я практически, то есть я сбежала с стационара, я там не была ни одного дня. Хотя мне направлялись вот этим 0,01 или что там, какие-то смешные цифры. Причём, что вы не ощущаете ничего. Как бы в этом и опасность вот этой патологии, что вы как бы не ощущаете ничего. Просто он может подняться в один момент очень серьёзно, и тогда это уже угроза. Но он у вас никогда не поднимется, если вы питаетесь по-другому. То есть поднимается он у кого? У людей, которые там, ну, они же беременные, им же надо есть за троих, да, вот за пятерых, не знаю, за десятерых. Это вообще такая просто, ну, миф, конечно, такого не надо делать. Человек, который питается там тяжёлой белковой пищей, который начинает, не знаю, гоняться за вот этими белками, как я их называю смешными, ну, за белками, естественно, где-то там мясо, потому что плод не сформируется, ну, то есть и прочая ерунда. Поэтому, конечно, у таких людей он поднимется, будьте уверены, потому что организм будет это всё выводить просто. И, конечно, он поднимется у людей, которые не пьют достаточно жидкости у женщины, вот, потому что зачастую при вот этих всех проблемах запрещают много пить. Это тоже очередная ложь, в общем-то, и, опять же, старая акушерская практика об этом знает, вот, но где-то начиная с 78-го года все книги по медицине очень серьёзно переписались, очень серьёзно. Вот то, что я получаю на руки за 2008 год, начиная, ну, то есть до 2008 года ещё как-то, как-то можно было там мириться и что-то какие-то вырывать истины, там, хоть на какой-то процент. То всё, что написано с 2008 года по медицине, особенно для врачей, практикующих, ну, это просто такое ощущение, что мы очень существенно мутировали, потому что половина информации просто вообще не для людей, по-моему. То есть вот такая вот патология есть, и они действительно стоят задуматься, если у вас приближаются, как я уже говорю, к единице. Всё, что до, то есть это не значит, что нужно это махнуть рукой, просто диета своеобразная, опять же, безбелковая, без, не тяжёлая, как какие-то салаты, фрукты, овощи, ну, то есть всё как стандартно, вот, и жидкость. Теперь следующая патология, которая тоже, значит, если повысится глюкоза, сахар в крови. Это достаточно серьёзно тоже, вот, но опять же, нужно смотреть на лечение, которое назначаются. Значит, у меня просто ужас был, когда, значит, я получила на руки назначение от главврача, ой, не главврача, а завоотделение, значит, патологии для беременных после повышения глюкозы в крови на инсулин. Можете себе представить. Это гормон, вот, ну, это страшно, на самом деле. Никто не будет разбираться, чего он там повысился, что за тем ещё стоит. Может, это, как бы, недостаток какой-то энергии, наоборот, организм её старается нарастить там и утилизировать. Ну, в общем, короче, не будем… В общем, что из этого стоит вынести? Если назначают инсулинотерапию в время беременности, этого делать нельзя. То есть, конечно же, потому что гарантия, что вы приобретёте после этого диабет, вот, это практически 100%. В принципе, повышение глюкозы и падение гемоглобина у беременных на последних сроках – это нормально. Это абсолютно нормально, потому что ребёнок требует больше крови, поэтому падает гемоглобин, забирает. Ребёнок требует больше энергии, то есть повышается сахар, глюкоза для этого на последних сроках. Это нормально, это здоровая, протекающая беременность. Единственное, что, ну, конечно, зависит от цифр, то есть насколько они сильно повысились. Об этом тоже знают очень много, к счастью, на мой взгляд, к огромному счастью, там растут количество акушеров, которые там как-то адекватно на это реагируют. Или, может, мне так повезло, не знаю, просто я искала вас. Ну, то есть, к чему я хочу сказать, что если назначают инсулинотерапию на подобных патологиях, бегите от такого врача, потому что, значит, смотрите, акушер отвечает за роженицу и ребенка на протяжении трех суток. То есть он может вам назначать все, что угодно. Дальше, когда вы вышли через трое суток из этого учреждения, они за вас не несут никакой ответственности. То есть если у вас наступит реакция на какой-то препарат или на какое-то их действие через три дня, то, в общем-то, вы ничего не докажете. И даже если будете доказывать, то претензии предъявить не сможете, потому что, ну, то есть, что будет там дальше после этого действия с вами, никто за это ответственность не несет. Вот, поэтому, ну, то есть стоит очень внимательно относиться вот к этим моментам. Дальше, следующая патология, это всякие иммунные патологии. Значит, вот это вообще чистая ерунда. Вот то, что я сейчас перечислила, это важно, но только можно лечить по-другому, да, не так, как они советуют. Вот. Всякие иммунные нарушения, это все, что касается повышения температур, там, да, насморк какой-то там, ну, не знаю, тоже беременна, может простудиться, там, ну, опять же, простудиться, это, ну, нормальный здравомыслящий врач понимает, что, скорее всего, вопросы там в диете, в какой-то там слизистой, и, конечно, идет, организм чистится постоянно, бесконечно на протяжении беременности, чтобы не заразился ребенок. Вот. Поэтому всякие выделительные системы на это очень мощно работают, то есть всякие там выделения, любые гинекологические, там, не знаю, физиологические износа и прочее-прочее, где там насморка, это все будет, ну, то есть в зависимости от того, кто человек, что, кто что ест. Вот. Ну, конечно, они этого не знают, поэтому, скорее всего, будут назначать различные так называемые вот пилюльки, значит, для повышения иммунитета. Вот это категорически делать нельзя, потому как это чистая синтетика. Все эти витамины, В6, там, С. Значит, витамин С, не помню, говорила я в прошлом эфире или нет, и аскорбиновая кислота – это вообще две разных вещи, это вообще небо и земля. То есть аскорбиновая кислота – это только один элемент из витамина С. То есть и то, в той форме, в которой он продается, это его химический аналог. Ну, то есть проще говоря, это все потому, что вам искусственный, там, я не знаю, помидор вырастет, и вы его съедите, то есть, ну, вряд ли. Вот здесь аналогично, причем тут это, тем более, беременной. Вот. То есть лучше, как бы, вот вам назначают там витамины. Ага, вы себе отметили, ну, витамины. Ну, и кушаем мы витамины настоящие. То есть, там, яблоки, не знаю, груши, морковки и прочие, прочие, там, апельсины, гербфруты, там, и прочие, в общем, что, бананы, там, вот, и так далее, и так далее. Теперь, значит, очень много, конечно, будет забирать, касательно патологии, очень много будет забирать ребенок кальция, где-то на неделе, наверное, с 18-20, с 22-й. Вот. Поэтому, чтобы сделать профилактику проблем с костями и зубами после родов, потому что надо пополнять свой кальций. Значит, вот эти препараты, которые не означают, типа кальцимина и прочее, ну, опять же, там та же история, что и с витамином С. То есть, это все синтетика и смысл. То есть, она не участвует в обменных процессах нашего организма, она не может усвоиться. Вот. Поэтому рекомендация какая? Значит, есть очень много кунжута, вот, только тщательно выживать, либо перемалывать. Потом орехи, лучше всего кедровый, миндальный, вот такие. Не налегать особо на грецкий, потому как он немножко снижает давление и несколько закисляет. То есть, при беременности давление может и так несколько снижаться. Вот. Ну, вот такие вот моменты основные, касательно патологий. Значит, я, к сожалению, не могу, конечно, все озвучить, а такие ключевые назвала, вот, которые часто-часто встречаются. Вот. Ещё хотелось бы отдельно сказать про вот этот комплекс магний-Б6, который назначают всем. То есть, они вообще без… А магний-Б6 и вот эти все всякие довиты и прочие виты с аптек, это, конечно… По поводу магний-Б6, это бесполезнейшая вещь вообще. То есть, если вы хотите магний, ешьте орехи, ешьте курагу в серьёзных количествах. Вот. Потом миндаль и так далее, и так далее. То есть, тогда будет реальный какой-то результат. Потому что эта органика, она участвует в обменных процессах, то есть, она может реально усваиваться. Вот. Ну, пожалуй, по патологиям, наверное, всё, исходя из того, что меня спрашивали. Да, хорошо. Здесь надо в очередной раз отметить, что всегда во всех передачах мы рекомендуем, может, что ты сейчас как раз и рекомендовала, употреблять как биодобавки, только то, что животного… Прошу прощения, естественного растительного происхождения, а не искусственно синтезированного. То есть, если вам нужен какой-то белок, то не нужно там как-то бежать его откуда-то, выцеплять, где вам в коробочке что-то принесут. Если вам нужен кальций, не надо какую-то там таблетку глотать. Если нужно магний, опять же, лучше съесть то, где это всё присутствует в естественно сбалансированном виде, и откуда ваш организм привычный своему образу получит то, что необходимо ему. Вот эти все пугалки, которые ты рассказала, это вообще, конечно, жуть, потому что, я не знаю, все ли с этим сталкивались, но как-то вот очень многие люди на это говорили, приходят, глаза квадратные, ой, мне сказали, что возможно и это. Потом в следующий УЗИ делают, нет, пронесло. Потом раз, но зато выявляют это. Потом ещё УЗИ делать, пронесло. И сколько раз так уже это УЗИ сделали, с какой уже нанесли проблем ребёнку своему, сколько травм мы нанесли, это уже другой разговор. Причём самое-то интересное, вот я не так общался давно с девушкой, которая сама беременна, и она с докторами связана, в медицине тоже трудится, и она знает прекрасно о том, что УЗИ делать нельзя, но всё-таки хочется посмотреть. И вот на последнем уже, ну что смешного-то, здесь плакать надо. И вот на последнем уже, ну сколько там осталось, может быть, когда последний УЗИ там делается, обязательно, она пошла, и она обращала внимание на то, что ребёнок затыкал уши. Вот прикладывал вот именно от УЗИ. И когда сказали, ну что ж ты делаешь-то? Ну ты же сама понимаешь, что ты по сути вот просто врубаешь очень сильную музыку и вот к себе как будто, представляешь, в голову вставляешь что-то очень-очень сильно звучащее. А там же ведь водная среда, там это бьёт по перепонкам, по полной программе, там нет этой воздушной прослойки. Ну ты же издеваешься своим ребёнком, может тебе потом ответят по полной программе. Ну ничего страшного там не произошло. Вот такой был ответ. Так что вот так. Ну я вот ещё вспомнила момент, касательно УЗИ, это мы очень много обсуждали, тут про кальций вспомнила. Значит, смотрите, если вы пьёте во время беременности препараты кальция, искусственные препараты, ну вам никто не скажет, что это искусственные, он просто назначит препараты кальция. Потому что же кости растут у ребёнка. Если вы не пьёте, что кости не вырастут, ну то есть, вот. Значит, будьте готовы к тому, что будут проблемы с почками. Это 100%, потому что весь неорганический кальций, он вкладывается в почках. Вот. Поэтому проблемы с почками вам точно обеспечены, если вы будете принимать, ну то есть как, препараты кальция назначаются где-то на втором триместре, а проблемы с почками начинаются где-то на третьем. Так, серьёзно уже начинаются, потому что плод растёт, естественно, он давит на почки, то есть он задвигает их дальше к спине. Вот. Поэтому это, скорее всего, вам точно… А при проблемах с почками это абсолютное показание кесарева. Абсолютно. Потому как может быть просто отёк, и вы просто не родите. Ну то есть я не к пуганию так говорю, просто чтобы задумались очень серьёзно, стоит ли бояться непринятого кальция или стоит ли вот всё-таки подвергать себя. И что интересно, никогда не свяжут два этих процесса. Никогда. Ну то есть потому как никто не задумывается об элементарной какой-то биохимии веществ. То есть ничего, никуда. Надо, чтобы вот все поняли. Я всегда стараюсь до всех донести. Значит, ничего, никакой препарат, никакая пища, она никуда не девается. То есть из этого обязательно что-то должно построиться. Ну то есть с такой стороны организм, что всё влияет на всё. То есть не бывает такого, что вы что-то съели, а ну там пронесло, как ты про УЗИ говорил, да там пронесло. Вот этого пронесло не бывает. То есть организм обязательно должен как-то это усвоить, он должен на это как-то отреагировать. То есть если вы что-то в него положили, то он должен как-то это переработать и разложить на какие-то там составляющие, на какие-то элементы, куда-то это усвоить, что-то вывести, что-то оставить. То есть это целая махина, которая работает с какой-то целью. То есть она не может из этого ничего не взять. Поэтому так или иначе пострадают все выделительные системы. Самая мощная выделительная система – это почки. Поэтому это 100% страдает. Поэтому очень осторожно и лучше избивать этих препаратов вообще. Единственное, чего, может быть, не удастся избежать – это каких-то антибиотиков, наверное, если у вас уже какая-то вообще жесть. Это вообще случай 1 на миллион, на самом деле. То есть когда уже оценка идет риска выживаемости вообще женщины во время рода, например, и целесообразность применения этого средства. Но в принципе они для этого изобретены были, в общем-то, чтобы спасти экстренно. Экстренно, а не для профилактики. Поэтому вот так. И еще, знаешь, что по поводу антибиотиков тоже не так давно столкнулся. Здесь какая-то эпидемия была. Не знаю, как она в других славянских наших царствах и государствах. Но вот была тут, по России ходила эпидемия. Какой-то грипп такой своеобразный появился. Ни с того, ни с сего. Причем появлялся в тех местах, куда люди в деревне живут или никуда не вылезали. Не ездили в крупные города. И начинают болеть в деревне. То есть такое ощущение, что аэроплан какой-то пролетел, распылил эту дрянь, и потом все начинают дружно болеть. Так вот, те люди, которые просто в нос закапывали раствор перекиси, подсоленный раствор перекиси, они не заболели вообще. Те, которые потом также лечились, выпивая раствор перекиси, но в определенной пропорции, они тоже очень быстро выкаркались. Те, кто лечился таблетками, лечился всякими там вот этими микстурами, которые там везде, во всех аптеках лежат, там полки ломятся, они болели как положено не менее недели. Вот это вот то, что я увидел на себе, посмотрел на соседях, на других, на всех. Вот это факт. То есть элементарные способы излечения от любой инфекции, которая попадает через нос и через рот, это перекись, как оказывается, вот проверено, уже неоднократно про это говорили, ну, естественно, там сода, соль и так далее. И никаких антибиотиков не надо, и никаких вот этих вот там флю и прочей дряни тоже не надо, которые уничтожают ваш организм. Но почему-то люди больше доверяют не простым средствам, которые стоят там условно 10 копеек, да, а тому, что стоят там 200, 300, 500 рублей. Ну, это если по российским деньгам. Так что вот это, конечно, проблема с зашуренностью человеческого представления о том, что такое вообще жизнь. Ну, давай дальше продолжим. Кстати, хочу спросить, ты сегодня ограничена во времени, мы как будем с музыкальными паузами, тебе они нужны или без музыкальных пауз? Ну, в общем, как люди скажут, мне не принципиально, но да, я ограничена несколько вот, поэтому давай, может, реже их сделаем. Хорошо, давай тогда на тебя и ориентируйся, если тебе будет музыкальная пауза нажата, ты скажешь, и я поставлю. Если не будет нужна, то я ставить не буду. Будем от тебя тогда толкаться. Все, продолжай. Я по поводу, хочу немножко прокомментировать то, что ты сказал, по поводу того, что люди болели после антибиотиков и прочих флю. Ну, это элементарно, потому как это уже все снижает иммунную систему. На самом деле, эффективная медицина, она очень простая. Единственное, что для того, чтобы подготовить специалистов эффективной медицины, вот этой простой, нужно подготовить хороших специалистов, которые разбираются в физиологии. То есть, как только вы начинаете искать ответы, вообще изучать правильно физиологию, анатомию, элементарные какие-то биохимические процессы в организме, ну, как врач, да? Как только вы наляжете на вот эти предметы, не так, как они преподаются, очень поверхностно, очень-очень плотно, очень таким плотным графиком, очень так жестко преподается хирургия. Это я вам точно могу сказать. На третьем курсе издается там хирургия, я не знаю, по-моему, трех видов, если не ошибаюсь, у нас. Ну, то есть, это вообще странно, понимаете? То есть, вы еще не знаете, как органы лечить, но вы уже знаете все о том, как его удалить, причем любой, начиная там от внутренних органов, заканчивая там челюстно-лицевой хирургией, хотя это вообще узкая специализация, но она есть на третьем курсе. Ну, то есть, это вот до таких вот моментов доходит. Поэтому вся система устроена на то, чтобы отвлечь, то есть, вам как бы эти предметы в курсе дают, да? Но вся система так устроена, чтобы отвлечь внимание специалиста, даже который хочет, хотел бы им ставить, например, отвлечь внимание его от этих предметов. Они как бы там на фоне, как бы ненужные. Это, знаете, это как вот, типа там 90% мозга, это как бы мусор. Ну, то есть, вот так вот. То же самое, да, вот здесь похожая аналогия. Поэтому, значит, если вот разбираться просто вот элементарно в физиологии, понять человека, ну, это как устройство машины, да, то вся вот эффективная медицина, она будет очень простая. Вот. И чем проще метод, тем он наверняка сработает. Вот. А здесь как бы всё просто. Все щелачивающие растворы, они, конечно же, уменьшают выживаемость вирусов и бактерий. Поэтому логично, что люди, они не заболевают. Вот. Значит, дальше продолжим по сегодняшней теме. Значит, следующая патология. В общем, любая эта патология, плавно как бы перетечём, да, следующий вопрос. Любая из этих патологий, она как бы её раскачка, любой этой патологии, ну, то есть все врачи, женская консультация, они заточены, ну, все не будем так уже, да, 99% будем так. Значит, они заточены на то, чтобы раскачать эту патологию до уровня назначения кесарева. Ну, то есть вот вас есть, они за неё ухватываются, и вот начинают как снежный ком, как снежный ком её как бы обрастать, нам, а вот может быть это, может быть это, может быть это, и в итоге вот вам надо 100% кесарева. Вот. Значит, практически, ну, я знаю, по крайней мере, наверное, роддомов, не знаю, процентов 60, которых я знаю. Ну, я говорю по нашему региону, да. Вот. Ну, я думаю, что мало отличается, если честно, статистика в любом мегаполисе. Значит, они имеют план кесаревых сечений. Это вообще ужас. Вот. Ну, более того, я знаю лично людей с реанимацией, у которых есть план продажи лекарств для реанимации. Ну, вы можете себе представить это. Вот. То есть маркетинг пришёл везде. Это только можно. Даже там на кесаревом пришёл. Значит, есть план кесарева. Абсолютно. Это, ну, как бы, это, конечно, такая, никто этим там не поделится прямо так остро. Но это, вернее, прямо так вот, скажем так, прямо, да, но это остро ощущается в отделениях. В отделениях, вот если вы понаблюдаете, то каждую вторую, таковую вторую, наверное, из всего отделения, ну, то есть на этаже, наверное, вот в день из, ну, предположим, человек 50 сами рожают, наверное, человек 8. Это вообще, ну, это очень страшно. То есть все остальные идут на кесарев. Причём я видела таких, которые добровольно топают ногами, вот одеваются, всё, идут там вот. Мне врач сказал, что так будет лучше. Ну, то есть для врача это реально лучше, потому что рисков, ну, якобы меньше, вот, на самом деле их больше. Просто больше для кого? Для человека. Для врача риска меньше, потому что ему, как бы, что, с него взятки гладкие. Он сказал, что там у него, видимо, были показания, да, и всё на этом. Вот. Значит, есть план кесарев. Во-первых, это дороже, а во-вторых, это требует задержаться человеку в стационаре. То есть, ещё можно там что-то придумать, кучу там всяких условностей, на этом тоже там что-то в себе сделать и на какое-то тоже, ну, грубо говоря. То есть, причём… То есть придумать болезнь, которой нет. И как у Живанецкого там начинается, ну, что, может, по башке дадим, да, отыграем своё, да? Вот до этого доходит уже. Ну, да. У меня был интересный случай в моей жизни с участковым терапевтом. Вот в эту тему тоже случай. Значит, до анекдота. То есть, ну, то есть, все внутренние органы здоровые, значит, она на меня смотрит и понимает, что так не бывает. Ну, понимаете, она мне говорит, в упор на меня смотрит и говорит, может, я тебе напишу, что у тебя печень больная? Вот просто вот так в лоб. Может, я тебе напишу, что у тебя печень больная? Ну, понимаете, то есть врач, вот чтобы вы понимали, он не имеет права сдать историю болезни, что человек здоров. Значит, ты его плохо лечил, понимаете? Вот до смешного. То есть, как это здорово? Ты что, ему не назначил ни одной таблетки? Ты что, ему не продал ни одной медицинской услуги? То есть, ты не можешь выписать человека с предписанием здоров. То есть это реально практически законодательно. То есть это просто пока что не афишируется прям вот так вот. Но в принципе оно где-то так и есть. Потому что с УЗИ была аналогичная история. То есть у меня в стационаре с УЗИ было то же самое. Я как бы там не была, но так просто приходила. И я думаю, ну чего они так за меня вцепились? Оказывается, вот что. То есть врач не может выписать беременную девушку с дневного стационара даже, если она не сделала УЗИ. То есть это нельзя. То есть как это? Значит, мне вот она открыто сказала, что значит ты плохо, мне скажут, значит ты плохо уговаривала. И то же самое происходит вот в любом отделении. А что касается с Кесарева, значит там вообще отдельная история. Значит первое, ну если у меня был разговор с всеми, и с там акушерами, и с… В общем, короче, дошло до заводеления, но вообще такой фрукт очень для них, ну не по зубам, скажем так, в плане диалога. Они не могут впарить ничего. Вот в чём сложность. Вот, и, значит, дошло прям до ночмеда там. Вот, то есть это там главврачи ночмеды, заводеления, всё это, всё это было. Значит, первое удивление заводеления, вернее, первое заявление мне заводеления, патологии беременной, да, так как у меня есть своё заболевание мышечное, ну кто-то знает меня уже, наверное, вот, значит, по которому я в принципе не могла забеременеть вообще, ну то есть у них уже квадратные глаза были. То есть а выносить так вообще, да ещё и сама бегать, да ещё и работать до последнего дня. Ну то есть это не вписывается вообще ни в какие как бы их протоколы. Ну, то есть человек уже рассматривается как набор органов, на которые применяются определённые протоколы. Ну как, не знаю, как двигатель поменять в машине, примерно так. Не знаю, как заменить там стекло. Ну то есть вот примерно так человек рассматривается. Вот, поэтому, значит, первая фраза его была, когда я сказала, что, ну, никого кесарева не будем, он сказал, а зачем оно тебе надо? Вот он искренне, совершенно вот так удивлённо от меня спросил, говорю, что зачем надо? Он говорит, зачем тебе надо, ну как бы, самостоятельно рожать? То есть они всех девочек, там, более-менее молодого возраста склоняют к этому процессу. Ну то есть это же, ты представляешь, возможны там разрывы, там, отсутствие потом нормальной, там, интимной жизни, ну и прочее, прочее, прочее. То есть в ход идут самые там вообще изощрённые аргументы. Вот, то есть, ну то есть если заведующая, отделение не понимает, зачем самостоятельно рожать, ну, я не знаю, наверное, наверное, уже всё, наверное, уже какой-то катаклизм произошёл на Земле. То есть, ну а потом я начала эту тему более глубоко копать, оказывается, это всё, ну мы же все шагаем в Европу, да, и во все вот эти протоколы, их, скажем так. Так вот у них это вообще уже, ну, то есть в США, если не ошибаюсь, около 90% вообще сознательно идут на кесарева. То есть, и я когда, я встречалась раньше с девочками, беременными, я слышала от них такие вещи, я думала, ну откуда же эти ноги растут? Откуда? Ну, то есть я думаю, что они реально к этому сами дозрели. А нет. Оказывается, что сидят специализированные тёти и дяди, вот они вот, значит, у них есть план, вот, и они вот сознательно раскручивают, они хватаются любой патологии, потому как вся вот эта вот акушерская диагностика, которая присутствует во время беременности, она нацелена что-нибудь найти, потому как заявлялись фразы такие, ну не может же быть у тебя ничего, ну то есть так не может быть, то есть должна быть что-то, и мы за это что-то должны ухватиться, ну это я уже как бы дофразирую, да, вот, за это что-то должно ухватиться, и в итоге склонить тебя вот к этому решению. Ну понятно, это просто некие манагеры, которые исполняют план, который по корпорации спущен, и эта корпорация, она обслуживает и больницы, и частников, и аптеки, и вот это всё взаимосвязано, поэтому если ты сделаешь вот это, то она за собой потянет вот это, а потом дальше вот это вот это, и так все будут хорошо жить, у всех будет нож в шоколаде. Да, причём понимаешь, в чём дело, там очень много задач решается, во-первых, кесарево это очень сильно подрывает, как бы вообще генофон, то есть, ну, во-первых, родить саму после кесарева очень сложно, практически невозможно, то есть очень маленький процент решается на самостоятельные роды после кесарева, потому как возможны разрывы там и прочее-прочее, да, то есть процент там вживаемости ниже уже и детей, и матери, вот, то есть решиться на вторые роды после кесарева уже меньше процент людей, понимаете, это первый вопрос, который решается, второй вопрос, который решается для системы, это как бы, ну, финансово, естественно, это дороже, вот, потому как это само оплачивается, сама манипуляция, потом послеродовой процесс, то есть это тоже там нахождение всё это, то есть, ну, короче, это очень серьёзно удорожает, вот, и вообще там ещё подорвёт здоровье там, да, и тоже будет какой-то реабилитационный процесс, и тоже возникнет какая-то финансовая, да, нагрузка там, аптеки начнут работать лучше, ну и так далее, вот, это второй момент. Третий момент – это поповинная кровь, вот, ну, не будем мы сегодня этот вопрос сильно раскачивать, но я думаю, что люди, которые слушают это радио, они там в курсе многих аспектов, как бы для чего так цена и кому она так нужна вся эта поповинная кровь, значит, желательно это всё обсуждать заранее, вот, и если вы всё-таки попали в Кесарева, хотя, вот, честно вам сказать, я как уже такой человек всё-таки из медицины, могу вам сказать, что она реально может спасти жизни, но опять же, это экстренный метод, понимаете, то есть она не должна быть плановая, вот, вообще вот понятие плановое Кесарева – это как, я не знаю, это как, ну, что-то нормальное, ненормальность, понимаете? Этой серии есть план на сращивание переломов, вот из этой же серии, да, то есть приходишь в больницу, например, там у тебя занозы, тебе говорят, а давайте мы вам перелом залечим, у меня занозы, нет-нет-нет, ничего страшного, мы вам сейчас кость раздробим, а открытый или закрытый, какой вы предпочитаете? Или приходишь там к уху горло-носу, там тебе в глаз заглянули, о-о-о, там или в нос заглянули, о-о, брателла, у тебя нога сломана, молотком тебе бабах, иди к хирургу, сейчас тебя поправят, ну, вот это такой же план получается. Да-да-да, то есть изначально, когда придумывалась эта операция, то там для неё было всего лишь несколько показаний, и она реально нужна, как бы, ей очень много веков, там, этой операции, то есть это не какое-то там, не бог весь, какое изобретение, то есть вообще сама хирургия – это тоже как бы экстренная медицина, да, то есть хирургия относится к скоропомощной медицине, то есть врачи скорой помощи, они даже не являются, ну, по сути, врачами, это уже, это так называемая неотложная медицина, то есть как, это врачи, но несколько другого ряда, как стоматологи, ну, то есть, то есть есть врачи, которые, вот терапия там, которая нацелена на профилактику лечения, там, да, или там приём робот-родов, а есть специалисты, которые там их отдельно готовят, ну, так раньше было, сейчас это вообще полностью всё упразднено, сейчас все учатся одинаково, и в итоге не знают ничего, вот, поэтому, то есть это как скоропомощная манипуляция, то есть в случае экстренного процесса, значит, есть человек, который знает, как сделать это, 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 ну, там, я не знаю, какой экстренный, вот, раз, надо, уже сроки серьёзные, не слышать сердцебиения, да, тогда принимают решение, собираясь на консилин, принимают решение экстренно там этого ребёнка доставать, вот, ну, соблюдая все там возможные риски, предупреждая человека об этом, а сейчас эту манипуляцию упразднили до просто ежедневного конвейера, то есть то, что я наблюдала в стационаре, у меня был просто шок, вот, ну, то есть это просто конвейер, просто, неважно, сколько тебе там, 19 или 40, все вот мало до велико на этот конвейер, значит, с троем идут, ну, это просто, значит, причём самостоятельно, вот, врач сказал, так лучше, так быстрее засну, проснусь, то есть, ну, вы понимаете, вот, поэтому, значит, надо что понять, эта манипуляция скоро помощная, то есть её целесообразность должна быть вам доказана, то есть это не должно быть вам навязано, это должно быть вам доказано, что, значит, есть целесообразность этой манипуляции, что есть… Наталья, вот насчёт доказано, здесь доказать могут что угодно, человеку неведущему доказать можно что угодно, что Луны не существует, и что мы произошли, непонятно от кого. И здесь надо, мне кажется, от другого толкаться. Необходимость. Необходимость. Ты очень долгое время не затягивай, потому что вопросов давай мы с тобой пройдемся по всему, а дальше уже будем пункты разбирать отдельно. Потому что, боюсь, опять не успеем вложиться. Еще же вопросы идут нам из чата. Хорошо, да-да-да. Ну, в общем, закончим мы с этим вопросом. Я что хочу сказать, что это манипуляция, это скоропомощная манипуляция. То есть она не должна быть плановой. Вообще понятие плановая кесаря, это надо упразднить вообще. Плановая это может быть только в одном случае, если что-то по какой-то причине ощущают, что ребенок может не дожить, не дай бог, до предстоящих родов. Какие-то слабое сердцебиение. Ну, в общем, короче, масса моментов. Это очень редкие случаи. Поэтому все, что говорят, давайте мы вам элементарный пример, опять же, очень важный в данной ситуации. Когда врач назначает себе на смену специально плановое кесарево, чтобы не упустить клиента, потому что это же все платно, поймите. Потому что у него заканчивается суточная смена, они обычно по суткам работают. И он понимает, что у него, его роженицы, которые с ним договорились по плану, да, вот он на них наблюдает, у них там раскрытие еще не пошло, и они должны родить, скажем, через 5 часов. А у него через 2 часа смена заканчивается. Что делают? Они их вызывают на приемную, пробивают пузырь, спускают воды, вызывают искусственные роды, и он их кесарит. Понимаете? И таких случаев просто вау. Потому что, ну, таким образом, он не подтягивал клиента. Вот. Это страшно. Чтобы такого не было, значит, нельзя допускать вот таких вот вещей. То есть нельзя. Вам должны объяснить, почему. То есть, по крайней мере, надо научиться задавать вопросы. Почему вы считаете, что это так? Почему? То есть они напрягаются, они не хотят, о, проблемные. Нет, лучше вот, лучше вот я подальше буду держаться. Вот. Ну, хорошо, с бизнесом мы разобрались. Бизнес есть бизнес, ничего личного. Давай дальше. Давай, да. Значит, что касается вопроса о родах. Следующий вопрос у нас – это роды. Значит, я его так называла природные процессы или стандартизимы. Ну, здесь, в общем-то, можно все объединить с прошлым вопросом, который я озвучивала. В принципе, что? Значит, это тут вопрос, тут это как бы путь выбора семьи, там, либо женщины. Значит, либо вы выбираете природный процесс, но в условиях роддома, мы это уже обсуждали, да, либо выбираете природный процесс в условиях дома, если он позволяет, позволяет, скажем так, здоровье, да, и ваше, и ребенка, там, и так далее. Либо выбираете стандартный, как бы, ну, роддом, значит, все по стандартной системе. Но будьте готовы к тому, что свернуть с природного процесса даже в домашних родах, либо там в оговоренных с вашим акушером в роддоме, будет возможно. Но свернуть с каких-то, с пути стандартного, системного, когда вы уже напились антибиотиков, там, не знаю, прошли все возможные УЗИ, и вас уже, вам уже наделали патологии, которые, которые, в принципе, уже так или иначе, все равно привели к Кесареву, то свернуть с этого пути уже будет сложно. И, скорее всего, когда, если вы вдруг примете решение, нет, я не пойду на него, а у вас уже такая патология, то у вас уже не получится. Поэтому к чему я это все веду? Что лучше идти по пути наименьшего сопротивления. Ну, то есть, если вы все-таки приняли вопрос, приняли решение о природном процессе, значит, этого, то будьте готовы к тому, что, если вы приняли решение дома рожать, значит, будьте готовы, что у вас была какая-то скорая на готове, либо какой-то акушер, вот, это намного проще, чем уходить из этого в клинике в какой-то. Вот, я думаю, на этом вопросе мы тут поставим точку, уже не будем возвращаться к вопросам рода, в принципе. Вот, значит, что касается послеродовых процессов, то послеродовые процессы, это вообще, это, наверное, еще можно эфиры делать, но хотелось бы это все немножко сократить. Значит, есть так называемый период, который придется находиться в стационаре в зависимости от того, как вы рожали. То есть, если вы рожали самостельным путем, скорее всего, это будет три дня. Если вы рожали с помощью кесаревого сечения, значит, это будет, скорее всего, ну, семь дней вот так вот, ориентировочно, в зависимости от того, как, значит, как вы себя чувствуете. Есть один подводный камень, о котором надо знать всем. Выписывает из стационара после родов отдельно вас выписывает ваш акушер, отдельно вашего ребенка выписывает отделение педиатрии. Значит, в каждом роддоме есть отделение педиатрии. Вот. Значит, будьте осторожны, потому как отделение педиатрии может не выписать. У нас лично в нашей семье был такой случай. А по причине того, что мы отказались купить какой-то дорогущий препарат от желтушки детской, значит, ну, то есть, она практически физиологическая желтушка, она есть у каждого ребенка, который родился чуть-чуть там на пару дней раньше срока. Ну, как они считают раньше? На самом деле, ребенок сам выбирает, какой там у него срок, тем более, там на девятом месяце уже, да? Вот. Поэтому, кстати, рождение дата в дату, это тоже, это тоже глупость. Проще говоря, если вам сказали, вы родите там 15 мая, например, а вы родили 14, вам говорят, о, что-то рано, наверное, наверное, ненормально, надо бы ребенка пролечить. Ну, то есть, понимаете, это странно. Вот. Или там 15-е пришло, вот, и 16-е пришло, вы не рожаете, 17-го, о, рожаете, значит, все, надо что-то ненормально, надо тоже ребенка что-то вколоть на всякий случай, потому как вы родили там на два дня позже. То есть, это, это, конечно, странно. Так не должно быть. То есть, это абсолютно природный процесс, ребенок сам решает. Я не говорю о каких-то патологических случаях, там, перенашивание, там, либо недонашивание. Я говорю за вот такие вот моменты. Так, значит, что касается выписывания педиатрии, значит, вам проще сказать, что да, мы купили, мы пропьем и так далее, но у нас был вообще интересный случай. Значит, она пока не увидела это лекарство, мы ему, конечно, не давали его, вот, мы не давали ребенку его, но его хотя бы надо купить. То есть, 400 с чем-то там гривен, ну, я не знаю, сколько это, веблях там. Ну, короче, порядка, не знаю, долларов, наверное, 50 вот так вот. То нас не выписывали. Ну, то есть, там тоже своя интересная махинация фармакологическая происходит. То есть, они там прикрываются тем, что они делают назначение, и без назначения они выписать не могут вас домой. Поэтому будьте готовы к тому, что лучше что-то купить, но спокойно поехать домой и ребенка выпишут, чем то, что они это будут давать, этот препарат, и вы даже об этом знать не будете. Да, мы купили, вот он, вот мы даем. Все, хорошо, она вас выписывает. Чем то, что вы будете, она вам скажет, нет, мы тут пролечим, там вот у нас он есть, вот, вот нашим препаратикам химическим. Вот лучше так не делать, конечно. То есть, лучше пожертвовать теми деньгами, но сохранить здоровье ребенку, если вы уже попали в роддом. Вот такой вот пример могу поделиться. Значит, теперь по поводу послеродовых процессов, это вот эти анкеты. Значит, послеродов приносят очень много анкет. Сейчас вообще такая тенденция есть, что все вот эти компании памперс, там шмамперс, они и дарят подарки в роддомах, а за это вы как бы заполняете анкетку. Ну, якобы это все очень безобидно, якобы это для ваших подарков. Но там очень интересные данные собирают. Значит, где вы прописаны, вот, где будет стоять на учете ваш ребенок на минуточку. Значит, все это отдается в социальные службы. Вот, ну, вы понимаете, в преддверии ювенальной юстиции, как бы, под видом там вам подарят какие-то тренесчастные памперсы, а вы за это должны отдать все социальные данные о себе, прописку, там, страховку вашу, не знаю, там, вообще всю подногодную, где вы живете, где вас найти, где ваш ребенок. В общем, все дезинфекционные коды, в общем, это кошмар. То есть, этого делать, конечно, не надо. Лучше отказаться от этих там несчастных трех памперсов, которые там подарят ручку, хоть там и ложку, но вот этих данных не давать. Вот. Потому как, значит, вы, конечно, можете отказаться ставить ребенка на учет, пока что по закону, но, даже если вы откажетесь, уже все вот эти данные будут вот здесь, через вот эти системы. Вот. Теперь, значит, следующее – это вакцины. Ну, мы уже много раз обсуждали это на прошлых эфирах. Значит, в идеале, чтобы ребенок, конечно, был с вами с первой минуты рождения. То есть, если этого не получается, то есть, вот, даже на взвешивание, потом всякие там, не знаю, температурку померить, там, мы возьмем температурку мерить. Ну, в присутствии там мамы или папы, пожалуйста, мерите. то есть, вот я бы не доверяла никому, куда-то нести, делать какие-то манипуляции, потому что, ну, в общем, я не знаю, что вообще придет в голову какой-то там сумасшедшим медсестре там. То есть, понимаете, я не хочу обидеть никого из медперсонала, но, честно говоря, доверия вот совершенно нет. Вот, поэтому лучше это все делать в присутствии вашим. В хороших отделениях роддомов, там, где более-менее следят за тем, чтобы люди возвращались к ним еще или советовали, значит, делают таким образом. Они все манипуляции производят в присутствии родителей прямо в комнате у вас. То есть, они приходят, значит, со своим ящичком там, и там померили там, значит, окружные головки там, ну и прочее, прочее, все при вас. И вы расписываетесь за каждое действие. Даже если она его просто передела и протерла попочек, вы все равно за это распишетесь, что вы видели, что она просто протерла попочек. Значит, это надо требовать, чтобы все вот эти документы у вас были, что ничего она не колола, что ничего там она не прокалывала. Потом, значит, есть такой анализ на генетические заболевания. Вот, он делается где-то на третьем году жизни, ой, на третьем дне. То есть на третий день примерно делается. Это кровь из вены берется или из пальца. Значит, на это тоже будет браться письменное согласие ваше. Значит, в принципе, если вы там хотите, можно это сделать. Но, в принципе, вы имеете право от этого отказаться, чтобы вы понимали. Это достаточно мучительно для ребёнка. То есть третий день жизни ему прокалывают вену, берут кровь, и вам скажут, ну там, шлют в генетические центры, могут сказать, что там у ребёнка, там, например, фенилкетонурия, такое генетическое заболевание. Но, как правило, она видна вот воочию, зачастую, да. Вот, в принципе, это необходимо. Ну, даже если скажут, и что дальше, сказали, и что, вы сдадите на опыты после этого. То есть надо очень серьёзно об этом подумать, надо ли вот эти лишние стрессы. Вот. Теперь момент. Значит, сразу после рода, в первый день, даже если отказались от вакцин, вот, то колят витамин К, так называемый. Значит, это очень спорный такой препарат. Есть моменты, когда его надо сделать, есть моменты, когда его не надо делать. В принципе, когда надо. Когда были очень сложные роды с помощью через кесарево сечения и была большая потеря крови. Значит, сейчас, конечно, многие удивятся, но действительно есть случаи, когда у ребёнка нарушается свёртываемость крови после такой манипуляции. Если плохо проведена операция кесарева и идёт нехватка вот этого витамина К, но этого не возникнет, если вы даже во время кесарева договоритесь с акушером, который будет делать операцию, значит, до, ещё до надо договориться, чтобы она перекачала всю пуповинную кровь ребёнку. Ну, проще говоря, его вытаскивают, и она потом просто пуповину вот добела, пока она не станет белая, рукой прям вот перекачивает ему эту кровь и только после этого обрезает. Тогда не возникнет такой ситуации, просто чтобы вы это знали. Вот. Значит, вам могут предложить, у кого лежит витамин К. Вот. В каких случаях? Отказаться можно во всех случаях. Вот. Поэтому это не проблема. Значит, теперь, что касается... А, значит, что я хотела ещё сказать про поводу вакцин. Значит, на каждом этапе, каждый день вы можете писать отказы от вакцин. Можно написать скобом на все, но я не советую так делать. По какой причине? Значит, приходит медсестра, у них есть календарь. После рождения ребёнка у них есть такой план, как бы, календарик, когда им каждый день приходят там, значит, на первый день одна делается, на второй день другая делается, ну и так далее, и так далее. Значит, и они приходят каждый этот день. Если вы напишите все заявления одно, скобом на все вакцины, то оно может у них остаться в базе, вот, да, и она будет всё равно приходить, вот, и там не всегда можно уследить, когда там много людей, что-то какие-то манипуляции, и так далее, и не дай бог что-то сделать. Поэтому лучше, если она пришла, и вы тут же при ней его написали, и она и пошла себе там, до свидания. И вот это лучше каждый день делать, чем написать одну, и она будет всё равно каждый день приходить. Вот, поэтому, вот такой совет ещё. Значит, следующий момент, который я хотелось бы обсудить, это, значит, как выбрать роддом. У меня очень много опросов задают на эту тему. Честно говоря, мне сложно, я понимаю, что все люди из разных регионов, и мне очень сложно, как бы, это всё обобщить. Значит, ну, я очень постараюсь. Значит, первое, на что стоит обратить внимание, это не выбирать роддом. То есть, вы должны выбирать врача. Если вы, если вы приняли решение всё-таки рожать роддом, значит, но максимально естественным путём, что это значит? Это значит, что есть такое понятие, как план родов, и вы его обсуждаете. Вот, то есть, идите на врача, независимо от того, какие условия в этом роддоме. Вот, если там супер VIP условия, но, значит, стандартный системный подход, и там вами будут командовать, как детьми, да, то лучше оттуда бежать. То есть, потому что, скорее всего, скорее всего, там такой вот премиальный роддом, он сохранит себе имя, там, не знаю, там великого продавца каких-то новомодных вакцин, например, да, чем пойдёт на какие-то ваши условия. И даже если он согласился до родов, скорее всего, во время родов, он не передумывает и сделает всё по-своему. Поэтому лучше идти на адекватного специалиста в этом вопросе. Вот. Значит, второй момент, который стоит по... Нужно брать, даже если вы решили рожать в роддоме, нужно брать отдельную комнату. И лучше на этом не экономить. Вот. К сожалению, они сейчас на этом, скорее всего, начали зарабатывать. Это очень хорошо, потому что видят, что молодые семьи уже начитались про все эти общие палаты, всю эту жуть, в общем-то, про это, все забирание детей и прочее, прочее. Так не должно быть, конечно. То есть, ненормально забирать у матери, только что родившегося ребенка, это ненормально. Но вообще нигде в мире такого нет, нигде на планете, ни один, ну не знаю вообще животные, которые даже так делают. Ну, может, я плохо знаю животных, но, наверное, наверное, вряд ли такое. Да, ты плохо знаешь животных. Представляешь, так родился кто-нибудь у кого-нибудь, он так говорит, дайте-ка я отправлю там в общую комнату, а сами отдохнем тут посидим, да? Да, смешно, конечно. Ну, то есть, это ненормальная история, поэтому лучше, значит, брать отдельную комнату. В идеале, я вот рекомендую ознакомиться с трудами Мишеля Дэма, он очень здорово об этом пишет, вот, вот он часто там гастрелил по миру и очень много там сделал для акушерства всего, значит, и в принципе сейчас там появляются, конечно, это все сейчас частным образом делается, появляются такие вот системы, то есть вам создаются условия, как будто дома, в принципе, вот, единственное, что вы там просто рожаете, там просто команда стоит за дверью, в случае чего она там среагирует, да? Вот, потом обязательно перед родами, перед выбором роддома убедитесь, что они на сайте могут написать, конечно, что у них там и вертикальные роды практикуются, что они там и половину не перерезаются, сразу, то есть что они там якобы все такие в теме, да, экологических родов, но когда, то есть желательно прийти до рода в этот роддом хотя бы один раз, но когда приходишь туда, вот у нас был такой опыт, приходишь, ты понимаешь, что там у них нет ни приспособления для этих вертикальных родов, да, для сидячих там, что у них нет вообще ничего для этого, то есть это просто написано, это просто писанина, и все, это просто такой пиар, вот, но когда вас привозят, то понимаете, что ничего этого нету, вот такое тоже часто практикуется, поэтому вот такой момент, значит, в принципе, сейчас, ну, не настолько сложно, как оказалось, найти вот такое, ну, по крайней мере, одно заведение в каком-то мегаполисе, это можно найти, которое все-таки, ну, так называемое, экологически ориентированное там, более-менее, ну, как правило, необычно, ну, как в нашем случае, это было просто одно отделение на весь родном, которое вот практикует такое, такие вот естественные роды, но они бы там нигде особо не афишируют, то есть это вот, знаете, вот как сарафанное радио такое ходит среди людей, вот, значит, такой момент. Следующий вопрос, который стоило зазвучить, конечно, это выписка, значит, какие здесь подводные камни, значит, то же самое история, не оставлять никаких своих данных, по которым вас можно найти, потому что это все отправляется в социальные службы, то есть, в принципе, многие даже не знают, что они могут, имеют право не ставить ребенка на учет, вот я не знаю, как в России, я, к сожалению, не смогу подсказать вам в данном случае законодательно, но вот у нас пока что по закону вы даже имеете право не ставить на учет, значит, лучше так и сделать, по какой причине, потому что где-то через день, наверное, вам уже постучат дверь, и сказать, здравствуйте, мы там, значит, такие заботливые тети, вот, хотим посмотреть вашего ребенка, там назначат, назначат вам супердиету из мяса и молока, чтобы вы там кормили, у вас молочко было, вот, и еще проследив, значит, если у вас это все в холодильнике, вот, и, значит, назначим там привилочки, придем с полным табелем, там, ну, и прочее, прочее, какие-то там ерунду, какие-то там мази, капли какие-то химические в глаза, ну, в общем, причем они не назначат, что придут и закапают, поэтому, чтобы этого всего избежать, можно просто ребенка на учет вообще не ставить, вообще, вот, то есть, ну, как, обычно, конечно, людей, которые там вас окружают, это может в шок увернуть, но оправдаться нужно очень просто, ну, как оправдаться, там, в какой-то своей защите, что есть масса частных клиник, например, там, и в случае там необходимости я себе там пошла, заплатила за услугу и пришла домой, то есть мне для этого учета, в общем-то, и не надо особо, потому что весь этот учет, он никому не нужен абсолютно, кроме одной цели, это сделать, значит, первое, это наделать привилок, календар привилок соблюдать, и второе, это передать в социальные службы, значит, информацию о том, что в таком-то доме, есть какой-то ребенок, и у него какие-то странные родители, то есть они как-то не очень охотно выполняют наши все действия, да, которые мы там рекомендуем, поэтому вот такой вот совет, который можно, значит, облегчить существенно жизнь. Тут эта семья родноверов, от них она прикололась, они живут сами в окопоселении каком-то, ну и поехали, первого ребенка, так надо было родить, нашли роддом, недалеко от города живут, нашли роддом, там родили, все замечательно, и также тоже анкеты к ним подходят, ну и они веселые, взяли и написали, Москва, Кремль, туда, типа сразу, ну, потом, когда увидели, что они там написали, конечно, там был скандал, но во всяком случае, так они сказали, а почему мы должны свой адрес писать, почему, объясните, вот, пожалуйста, туда обращайтесь, объяснили, ну, просто говорит, вот обращайтесь, там прививки можно сделать, там посоветовать, что есть правильно, пожалуйста, туда, так что вот, с шутками, прибавутками, ну, вырвались. Ну, да, да, ну, конечно, это на кому нарвешься, но в любом случае, поверьте, любой рождаемый, любой ребенок, который рождается, он все равно фиксируется, вот, причем мы столкнулись с интересной историей, когда ты приходишь, регистрируешь ребенка в ЗАГС, вот, то, причем для нас этот момент был как-то не в приоритете особо, и там где-то мы это сделали, не знаю, то ли на третьем, то ли на четвертом месяце, и, конечно, все были в ужасном шоке, как это так, ребенок не зарегистрирован, ну и что, понимаете, то есть, ну, это, конечно, ввергает людей в шок, то есть, и что интересно, когда ты приходишь, регистрируешь ребенка, вы получаете новое свидетельство в ЗАГСе, то он уже в базе есть, то есть, зачем эта вся иллюзия с регистрацией, ну, это просто людям дают такую иллюзию, что якобы вы сами идете регистрирует ребенка, якобы никакой там тоталитарного контроля в государстве нет, и вот вам дают право самим зарегистрировать ребенка, это ложь, вот, на самом деле вы приходите, и он там уже давно есть, то есть роддом передает каждого ребенка родившегося на учет, любого, поэтому, значит, вот эта вся иллюзия, ну, как с выборами, да, вот есть иллюзия выбора, вот здесь аналогичная история, вам вложили в руки иллюзию, что вот вы пришли регистрировать, если вы обратите внимание на интересную графу в компьютере у них на мониторе, ну, конечно, не каждый на это смотрит, то он давно там в этой базе есть, вы просто получаете бумажку, надо распечатать бумажку о том, что он там, значит, есть, значит, ну, это такая ерунда, как бы, но теперь, что касается, значит, меня спрашивали, и после первого эфира, и до эфира просили объяснить такой момент, значит, по оформлению госпомощи на ребенка, опять же, к сожалению, не знаю законодательства России, наверняка у вас несколько иначе, значит, но я думаю, что общие моменты, они где-то схожи, значит, что, как это правильно сделать, значит, почему, я всегда говорила, на учет вставать надо, но не делать ничего из того, что они говорят, значит, вам не дадут денег на ребенка вообще ни копейки, если вы не стояли на учете меньше, чем 127 дней, поэтому вставать раньше, чем этот срок, вообще смысла нет, если вы не будете делать ничего, то есть вы можете встать просто ради того, чтобы получить эти деньги, вот, потому что в ином случае вам просто, даже если вы простояли 125 дней, а не 127, вам ничего не положено, все, вы простояли на один день меньше, или там на два, вот, ну, смешно, конечно, но тем не менее, юридически, как бы, они имеют право отказать, вот, потом, значит, какой интересный факт выплыл, когда вы принесли, когда вы приносите справку из роддома, о том, что вы родили ребенка, этого недостаточно, то есть вам надо принести еще справку, о том, что вы были беременны, когда я задала вопрос, а что я могу родить, если я не была беременной, значит, у инспектора социальной службы случился такой какой-то коллапс, то есть она никогда, видимо, не задумывалась, как бы, об этом моменте, что эти две справки, они, ну, в общем-то, забавные, вот, поэтому, то есть, многие говорят, что я там, не знаю, там, буду жить в лесу, там, на природе, да, потом ржу ребенка и получу за это деньги, ничего подобного, то есть вам надо будет простоять, чтобы получить вот эти деньги за беременность, вам надо будет обязательно простоять на отчете определенное количество дней, иначе вы их просто не получите, так устроено, ну, по-моему, у нас так, сейчас уже, я не знаю, как было раньше, вот, значит, потом там есть определенные сроки подать, то есть, если вы не уложились в год, значит, если до года вы не подали, то деньги вам тоже не положены, то есть ребенок как бы не родится, если вам, а что интересно, значит, есть определенные патологии у беременных, которые могут вызывать, выбивать из обычной жизни, там, женщину, там, на период более года, ну, например, там, очень серьезное расхождение тазовых костей, там, перелом тазовых костей, то есть, человек не может двигаться, там, на протяжении полтора лет, например, да, такое бывает, это редкие случаи, но они бывают, вот, а помощь вы можете получить в течение года, ну, в общем, такие вот интересные случаи, вот. Ты когда сказала про это, про инспектора, которая так была удивлена, ну, а что, на самом деле, ведь описано непорочное зачатие, а тут, значит, рождение без беременности тоже можно описать, нормально все. Ну, да, кстати, да, кстати, да, видимо, у нее там мозаика сложилась, понимаешь, в тот момент. Пазл улегся. Да, 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 так вот, значит, что такое непорочно, ну, то есть, забавно, конечно, вот. Следующий момент, вот я сейчас этот момент объясню, мы какую-то паузу сделаем, да, вот я немножко голос. Как скажешь? Отдохну. Значит, теперь, по поводу госпомощи, еще бы у меня вопрос такой задан, значит, лучше оформлять по месту прописки, честно вам скажу, потому как сейчас много людей проживает по разному, как бы, регионам, да, вот в нашем случае оказалось, что в нашей стране оформлять по месту прописки, это будет просто меньше головной боли, потому что все остальные начнут задавать вопросы, а почему вы туда, а не там, то есть, ну, короче, не буду в это сильно вникать, это не имеет отношения к здоровью, но лучше по месту прописки, вот, если у вас есть такая возможность. Значит, следующий момент, это послеродовое обслуживание, так называемое, значит, очень сильно, я уже немножко это озвучила, что очень сильно система старается навязать вот эти свои услуги, значит, так называемые патронажные медсестры, там, вот эта вся служба, что они так о нас заботятся, это, конечно, не так, на самом деле, это все делается только ради календаря привет, больше ради ничего, вот, например, вся педитарическая служба у нас на районе, она звонила нам два раза, значит, первый раз это сделать привет, на полиомиелит, ну, естественно, написали отказ, вот, причем пока вы не напишите отказ, они будут наяривать, вот, причем их не интересует, сделали вы или нет, их интересует бумажка отказа, и что интересно, обратите внимание, что те дети, которые отказываются от вакцинации, значит, вы расписываетесь в каком-то совершенно другом журнале, не в там, где те, которые делают, да, а там, где вы отказываетесь, казалось бы, ну, вот один журнал, там, все перечень детей в районе, нет, вы отказываетесь, То есть всё равно эти дети на каком-то особом учёте. Кто этот учёт ведёт, куда это идёт, как бы никому непонятно. Поэтому два рекомендации. Либо не ставить на учёт вообще, либо сняться с него. То есть мы переходим на учёт в частную клинику. Всё, до свидания. Ну, например. Вы можете вообще никуда не переходить. Ну, вот в таком формате. Потом, что касается вот этих вот так называемых помощей медперсонала, которые патронажны. Ну, я об этом же немножко говорила. Значит, зачастую у детей, младенцев есть проблемы с глазками. Ну, как проблемы? То есть там у них скапливается... Представьте, они там внутриутробно себе находились, да. Конечно, слизистые системы, которые контактируют с воздухом, в первую очередь, это глаза. Глаза, там, ротик, они наиболее уязвимы. Поэтому был у меня такой вот звонок. После прошлого эфира я решила это озвучить для всех. Значит, есть такая штука, называется гидролат шалфея. Обратите на него внимание. Значит, это побочный продукт, это производство настоящих эфирных масел. Он решает все проблемы практически с глазками новорожденных. То есть его можно капать прям с первого дня рождения. Не надо никакие вот эти вот химические лекарства, потому что там такая жесть. Практически наполнен антибиотик. То, что капается в первый же день. Конечно, говорят, что это абсолютно безопасно, это всем капает. Но, как бы, я думаю, не надо объяснять, почему это надо. Поэтому вот обратите внимание, лучше заранее с ним идти уже в роддом и говорить, а у нас свое средство. У нас свой антибиотик. А тебе говорят, а у нас запрещено со своим входить, как в ресторане. Ну, да, да. Поэтому вот так вот. Ну, я думаю, можно сделать паузу. Да, давай уже сделаем паузу. Итак, 4 минуточки. Делаем большую паузу музыкальную, чтобы все могли попить и куда-нибудь, если необходимость, другое сделать, обратное, противоположное действие. А потом будем продолжать разбирать тему, заявленную в эфире. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 24 мая 2016 года вторник, по одному из старинных третий день месяца ветров 7524 лета неделя. Естественная беременность в условиях мегаполиса. Продолжение. Часть вторая. Такова тема сегодняшнего эфира. Главная сведущая Наталья Чернова. И после такой хорошей, легкой музыки мы продолжаем разбирать заявленную тему. Пожалуйста, передаю тебе микрофон. Да, продолжим разговор. Следующий вопрос, он будет последний в рамках заявленной тематики. Дальше мы перейдем к ответу на вопросы. Этот вопрос предполагает то, что мы уже прошли беременность, родили и выписались. Плавно, мы плавно очень шли по этому периоду. Все два эфира. И дальше у нас начинается еще один интересный. Еще один. То есть мы прошли уже тетечек Акушера, тетечек, которые приняли роды. Потом мы прошли этих тетечек из педиатрической службы, так называемой, патронажной, такой прям заботливой, в кавычках. И так далее. Значит, следующий этап, который нас ждет, с которым вы столкнетесь, это так называемые «добрые советчики», опять же в кавычках. У кого-то это дедушки или бабушки, у кого-то это какие-то соседи, которые вообразили себя специалистами, у кого-то это просто какие-то посторонние советчики или какие-то бабушки, которые газетно читались, какие-то на лавочках, не знаю. И прочие эксперты, и телевизоры, и прочие-прочие-прочие. Типа там Малышевых, Комаровских в нашем случае и прочих товарищей. Значит, к чему я это все введу? То есть это следующая такая социальная прослойка, которая будет очень сильно влиять на ваши решения по уходу, по здоровью, по воспитанию, по, не знаю, какому-то вообще восприятию вами и вашего ребенка и его здоровья в принципе. Потому как вся эта группа людей, они зачастую не обладают вот всей широтой понимания многих процессов, всей широтой знаний для того, чтобы там компетентно что-то рекомендовать. И начинается следующее испытание. Это значит различные закутывания, запеленанивания до скрежета, до скрипа, не знаю, заматывания, закармливания начинаются и так далее. То есть это следующий такой пласт, такой, не знаю, что ли, испытания, такой следующий эверест, который следует прямо, то есть человеку, который там в семье, которая как-то пытается на все-таки выжить, в мегаполисах они сойти с ума вообще и все-таки дальше продолжать ехать на вот этих рельсах экологического и безопасного вообще выращивания, да, вот ребенка и так далее. Потому что, конечно, если у вас начнутся проблемы с лактацией, вы, предположим, либо веган, либо сыроед, обвинят, конечно, веганство, можете не сомневаться. Вот. Причем, при том, если нету недостаточно молока или она недостаточно жирная, водянистая, стандартная, ну, для их системы питающего человека, то это нормально, это, ну, что-то пошло почему-то не так, и вот оно как-то так. Но если у вас какой-то момент возникнет, то будьте готовы, что, значит, все весь этот шквал, вот типа вот из себя довели ребенка, ну, и прочее, прочее, в общем-то, все это в одну кучу будет городиться. Поэтому к этому надо быть готовым и как бы готовить аргументы сразу такие вот в бой, да, к этому процессу. Вот. Но тут какой момент? Значит, я сторонник того, что компромиссов в вопросах детей быть вообще не может. То есть это вы себе там где-то можете, ну, там, что-то вам там сказали, и вы там где-то там пошли даже на уступки, и что-то там не то съели, лишь бы не было конфликта. Вот. Но что касается детей, здесь вообще не может быть никаких компромиссов никогда. По той причине, что организм маленький, неокрепший, он не может применять за себя решение сам. Вы не сможете в случае, если в этом бабушка на четвертом месяце жизни накормит пюрешечкой взбитой, да, и вы не сможете там, ну, то есть ребенок еще не может самостоятельно высморкаться, потому что картошка даст сопли, хотим мы этого или нет. Вот. Поэтому, значит, здесь нужно стойко держать оборону. Вот. И по возможности минимизировать вот подобные советы, контакты, и, ну, как бы себя самого настроить на то, что вы будете стойко этот процесс защищать. Потому что, ну, как бы я знаю многих людей, которые все-таки сломились, потому как нагрузка возрастает очень существенно. Вот. И многие, как бы, думают, ну, там раз, подумаешь, там, ну, там два, ну, там, где два, там и пять, там и десять, понимаете, потом это все в ком нарастает и превращается в заболевание, в общем-то. Вот. А потом, ну, ладно, раз антибиотик, ну, ладно, там, ну, понимаете, вот оно все, вот оно отсюда начинается. Вот. Поэтому, если жестко, значит, выстроить вот эту систему, понимание, как это все, значит, как правильно вот эти прикормы все, но, опять же, я не смогу сейчас это все очень детально объяснить, рассказать, просто вы должны понять, что вот, значит, если вы идете по пути, вы хотите хотя бы, то есть, понимаете, если мы там лет хотя бы до шести-семи максимально сможем влиять на питание ребенка, то мы формируем его иммунитет на всю оставшуюся жизнь, потому что от того, какие клетки построятся, то есть клетки обновляются в среднем у мальчика семь лет, у девочки пять, поэтому у мужчины, там, у женщины тоже так же. Поэтому от того, как мы вот эти первые пять-шесть лет жизни продерживаем их питание, от этого очень сильно зависит их иммунитет вообще в будущем. Вот. Поэтому прививки же почему-то не случайно в этот период созданы, правда? Вся детская педиатрия из органа особо именно до шести-семи лет тоже не случайно, потому что дальше их уже не интересует, как вы там особо его кормите, обратите внимание. Дальше не интересуют, там, наши, как там, особо прививки, там, лекарства, особенно интересует именно вот этот период, вот, потому как он очень существенно влияет на продолжительность жизни, на работу, закладку развития органов, на закладку развития, потому что организм растёт, на закладку развития кости, да, там, костная система, мышечная система, мозговая, ну и так далее, и так далее. Наталья, знаешь, что я хочу ещё добавить? Да. Вот недаром же называют молочные зубы молочными. Это как раз... Конечно. ...тот момент, на который надо обратить внимание всем. Вот когда выпадают молочные зубы, вот это говорит о том, что ребёнку уже пора перестать употреблять молоко, а маме необходимо перестать кормить его грудью. И сиськи женщины, да, ну не для того, чтобы им трясти перед мужиками, а для того, чтобы кормить ребёнка. Вот это вот всем необходимо понять. Если женщина покормила полгодика, а потом себя перетянула и начинает его гадостью всякой кормить, ну это противоречие природному циклу взращивания ребёнка. Вот пока есть молочные зубы, то желательно всё-таки так или иначе молоко всё-таки употреблять именно своё родительское молоко, а не перетягиваться для того, чтобы сохранить некую форму, для того, чтобы мужики балдели и там выстраивались в очередь. То есть вы определитесь, вы или проститутки, это ваш рабочий аппарат для мужиков, или всё-таки вы женщины, которые следят за тем, чтобы соответствовать женщине и чтобы функциональность женщины была полностью использована использована в этом мире для благости родов. Вот это очень важно. На самом деле вообще вопрос питания это вообще очень-очень-очень такой опасный вопрос, который там, ну не знаю, например, в моём случае это вообще бескомпромиссно, да, то есть вплоть до каких-то, не знаю, я бы лучше не буду общаться вообще на эту тему с людьми, чем я буду там постоянно защищаться. Поэтому я вам тоже так советую. А вы там в обществе, а вы даёте уже желток? Конечно, даём 100%, да, всё, до свидания. То есть в таком вот стиле. Конечно, дальше будет сложнее, надо это понимать, и вам придётся постоянно защищать эту позицию. Ну, основником стоит ситуация, когда ещё близкие, семья и прочие люди, с которыми вам приходится контактировать в быту, они тоже имеют подобное влияние, и чтобы там не пришлось, ну то есть в идеале лучше вообще не жить с такими людьми. Конечно, не все могут так себе это позволить, я это понимаю. Вот, и тогда вам придётся запасаться аргументами. Значит, есть одна универсальная вещь, которая, то есть это нельзя, потому что ребёнок после этого заболеет, у него там недостаточно, ну обычно бабушки на это ведутся, у него там недостаточность какого-то фермента, значит, ему это нельзя, потому что он страшно заболеет, и правильно они этого боятся, вот, и вот на это можно как-то ещё там тянуть какое-то время, потому что как только начинается, значит, прикорм, вот, то это, конечно, это, конечно, очень серьёзное испытание для родителей, которые хотят естественное питание сохранить. То есть, конечно, будут вопросы, как это ребёнку фрукты есть, это же нельзя, это же аллергия, как это ему зелень есть, это вообще смешно, он не наестся. Ну, понимаете, вот такие вот стереотипы и мифы, которые там бытуют, вот, то, ну, от этого придётся защищаться, вот, поэтому надо, ну, я тут, конечно, не смогу, опять же говорю, детально там объяснить, как кому пытаться, это не об этом сейчас, в общем-то, этот пункт нашей беседы, о том, что вы должны дать себе отчёт, что если вы уже встали на этот путь, то, то есть не получится, ну, то есть это не совсем здорово, если вы сегодня разрешили бабушке дать коровье молоко, да, а завтра вы решили там накормить его морковочкой, соком морковным, и у него, естественно, там аллергия вылезла, и бабушка ваша будет иметь аргумент, ого, видишь, у него там, видишь, вот это ты ему не даёшь, мол, ну, то есть, понимаете, какой-то бред будет гордиться за истину, вот поэтому, чтобы такого не было, лучше придерживаться одной линии, вот, потому что никакой, ни на какую-то морковь, никакой аллергии быть не может, если ребёнок не ест чужеродный белок, в виде там того же молока коровьего, вот, поэтому, вот о чём этот разговор, да, то есть лучше придерживаться какой-то генеральной линии, вот, и, ну, как бы принять на себя ответственность за вот этого ребёнка, за вот его иммунную систему на этот период, на который он ещё не может самостоятельно, как бы, ну, принимать это решение, конечно же, вот, вот в чём, в общем-то, момент, а потом, конечно же, скорее всего, коснётся вопрос закутывания, то есть какого-то там одевания, не совсем такого, да, то есть люди не понимают, что вокруг, что если ребёнок не ест слизистые продукты, то там огромная орда бактериовирусов, которые могут превратиться в слизь, да, и потом выходить через дыхательные пути в виде там насморка, бронхитов и прочего-прочего, значит, то есть, ну, проще говоря, если ребёнок, который питается стандартно, он будет болеть и в 2 месяца, и в 3, и в 5, и в 6, то есть у нас наши сверстники, вот, которым уже тоже так нам по 10, по 11, по году, месяцев, вот, они, наверное, перепробовали уже всё, что только тыкается в носы, во рты, там, в попки, и везде какие-то свечи бесконечные какие-то вообще, то есть у детей там в полгода уже по 2-3 круга бронхитов, понимаете, и это уже считается нормой, вот, если у вас этого нет, вы странные, вы уже ненормальные, у вас что-то не так, то есть, ну, даже, как бы, сама медицина даже так считает, что это как-то ненормально, то есть такого быть не может, но где-то же что-то не так, поэтому, как правило, они не понимают, что питание очень сильно на это влияет, поэтому, значит, в принципе, вот эти нормы одевания ребёнка на улицу для стандартно питающегося ребёнка и нормы для вот ребёнка, который не ест слизистой пищи и ест, в принципе, родную для себя, там, фрукты, овощи, там, мамино молоко и, в общем-то, и всё пока что, да, вот, и, конечно, жидкость пьёт, вот, то и травки какие-то там пьёт, ну, то есть для стандартного питания, ну, то есть это совсем два разных будет одевания, то есть для них будет холодно, для вас будет не холодно, вот, он заболеет, скорее всего, вот, не знаю, морозного воздуха, такой ребёнок, который питается без слизистой, не заболеет, и этого стоит не бояться, потому что он питается без слизистой, и бактерия, которая зайдёт, ей там просто нечего кушать, вот, поэтому вот так. Потом будет, конечно, разница в стуле, то есть стандартно питающийся ребёнок от стандартно питающейся мамы, у него могут быть запоры, его может быть слабить постоянно, да, то есть вот эти вот нормы стула, которые есть в стандартной педиатрии, и они не работают для данного ребёнка, то есть если вы всю беременность были на веганстве, если вы, ну, то есть если вы дальше продолжаете эту линию уже после рождения, там, в следующие месяцы, вот, то они не работают, это совершенно не совпадает, то есть у вас может отличаться цвет стула этого ребёнка, у вас может отличаться его количество, это не есть какой-то патологии зачастую, то есть поэтому не стоит сразу бежать, там, за какими-то свечами, то есть это совершенно два, две разных истории, вот, поэтому это надо тоже понимать, поэтому если вам говорят, что, о боже, он там три раза сходил в туалет, это ненормально, это точно дизентерика, то есть это не так, потому как мама, которая на растительном рационе, у нормального ребёнка нормальный стул, вот, после практически каждого кормления, это нормально, вот, поэтому, ну, я здесь могу долго говорить, потому что мы не затягивали, просто, вот я подвожу к чему, что дети от таких родителей, они очень сильно отличаются, поэтому не бойтесь, если он отличается от этих норм, которые поставлены в стандартной педиатрии, потому что стандартный педиатр, глядя на вашего ребёнка, он, ну, для него это не нормально, для него анализы могут отличаться, понимаете, то есть поэтому это не есть какой-то патологии страшной, и это не значит, что вам нужно срочно что-то ему давать, вот, вот о чём как бы этот момент, вот, ну, это, пожалуй, главное, что я хотела сегодня донести, я думаю, что мы можем к вопросам перейти потихонечку. Ну что ж, не потихонечку, а именно перейти, как положено, с весёлыми песнями и радостным гиканьем под флагами. Ну что ж, давай переходим к вопросам, тем более, что за это время, пока ты говорила, они у нас появились, и первый вопрос задал Ингварь. Вопрос в эфире. Как определить внематочную беременность без УЗИ? Можно ли чистить организм до и во время беременности? Как это делать? Поняла. Значит, ну, по очереди буду отвечать постепенно. Значит, внематочную беременность можно определить без УЗИ, ну, мне известных методов есть только два, мне известных. Значит, первое – это по анализам, но, опять же, стандартный анализ не всегда показывают, надо смотреть, нужно смотреть на некоторые показатели мочи и крови. Ну, как вам объяснить? Вот, стандартно, когда смотрит обычный врач на анализы крови, то он видит несколько, ну, то есть он видит свое, то, что его учили в институте. Если вы знаете биохимию несколько под другим углом, то вы увидите там, то есть, например, изменение там эозинофилов или там нейтрофилов, то есть смысл я буду говорить сейчас по медицинским терминам. То есть это можно увидеть по таким показателям. Есть второй метод, это с помощью пульсовой диагностики. Это вся вот китайская медицина. Если у вас есть качественная пульсовая диагностика, это можно заметить. То есть они видят. То есть как, есть несколько видов пульса, вот, и, в принципе, вот, даже я на своем опыте могу сказать, что я специально приходила на пульсовую диагностику, они не знали, что была беременность, там это было где-то, не знаю, второй месяц, там вообще ничего не видно, вообще ничего, вот, естественно. тем не менее, она определяется. Вот, то есть пульсовая диагностика и анализ крови, но который прочитает натуропат. То есть вам нужно найти два специалиста, которые ее подтвердят, этот момент подтвердит. Вот таким образом можно определить. Вот, по поводу чистки организма. Значит, организм чистить нужно, конечно, до, это вообще не обсуждается, это нужно. Но если вы планируете, и у вас есть на это время, то минимум это год, а лучше два. Причем обоих партнеров, естественно, мужа и жены, обоих, в общем-то, вот, не только женщины, потому что есть такие семьи, которые думают, что только женщины влияют. Это не так. Значит, я на каком-то эфире одном из, пару лет назад, говорила, что питание мужчины влияет на прохождение, на течение беременности женщины, даже в период беременности. Влияет. Меня удивляют люди, которые думают, что это не так. И информация же, то есть информационные поля никто не отменял. То есть информационная медицина даже на этом так и существует. Радиоволну тоже не видно, но она существует, понимаете. Тут точно такая же история. То есть там есть частичка от этого мужчины, да, и естественно, то есть его и многоинформационные поля, в том числе и питание, и пища, которые на это влияют, тоже сильно влияют на развитие плода. Но я думаю, что, в общем-то, не загораем уже те времена, когда это всё рассекретят, вот, и тогда все так ужаснутся, а мы не знали. Ну, то есть на самом деле никто-то не скрывает, просто вы не хотите слышать. Вот, и я знаю массу людей, которые говорят, что это вообще там ерунда какая-то, понимаете. Ну, когда сейчас озвучивают какие-то вещи, там, которые 50 лет назад делали и не казались нормой, а сейчас это всё рассекречивается, в тех же медицинских диагностиках, кстати, то люди там ужасаются, как такое было, ненормальный. Ну, то есть сейчас то же самое ненормальное. Вот. Ну, яркий пример тому, что детям грудным делали операции без наркоза. Не так давно, кстати, мне всего лишь несколько десятков или сотен, не буду врать, вот лет назад. Значит, то есть, потому что медицина считала, что на хирургии, медицинская считала, что новорождение не чувствует боли. То есть это абсолютно медицинский факт, это учат в мединститутах на истории медицины, что вы знали, по хирургии. Поэтому сейчас ужасаются, как так ненормальный. То есть вот так, вот так, вот так и будет и с этим всем. Значит, поэтому чистить организм, значит, надо обоим, чистить организм, лучше почитать книжечку, лучше хорошо чиститься по морицу, вот, достаточно уже такая опробованная многими очистка. Вот. До беременности, это даже не обсуждается, это 100% надо. Но чистится мало, надо еще и питание изменить, конечно. Вот. Можно прочиститься травами, надо сделать антигельминную чистку, антипаразитарную, вот, надо сделать чистку печени, то есть чистка, значит, всех выводящих систем, это обязательно. То есть это слизистые системы, это почки, вот, это вся наша, значит, лимфатическая система, то есть лимфу почистить. Вот. Ну, вот такие вот чистки элементарные провести и антипаразитарные. Вот. В том числе и печень. Время беременности чиститься тоже надо, значит, желательно это делать каждую последнюю неделю следующего триместра. Ну, то есть заканчивается триместр, на последней неделе делаете чистку. Но очистка какая там идет? В основном это травы, но сейчас очень у многих на траву аллергия, поэтому неплохо делать даже просто на тваре шиповника. Вот. Достаточно тоже хорошо работает. Витаминизирует, он хорошо прогоняет все вот, мочеполовую систему, хорошо прогоняет. Это очень важно для сутной во время беременности. Вот. Там все просто. Там просто пьете его там около двух литров в день, потихонечку, постепенно пьете его там в течение там дней, трех-четырех, вот так. Ну, и, конечно, не игнорировать очищение кишечника, только там в зависимости от размера плода. То есть, ну, в среднем где-то до литра, около 500-700 миллилитров, в зависимости от размера. То есть, чем больше плод, тем меньше миллилитров. Самый минимум это 500 миллилитров. Вот. Но, опять же, ну, понимаете, невозможно делать какие-то назначения заочно, не зная ситуации. То есть, есть реально острые показания, вернее, острые противопоказания. Ну, какой-то там, не знаю, острая форма геморроя, например, или, не знаю, острая, крайняя, какая-то вероятность, что будет выкидыш, не дай бог, да. То есть, ну, короче, есть масса нюансов, но, как правило, они достаточно редкие. Вот. То есть, как правило, вообще, я вам скажу, что, порядка, наверное, не знаю, процентов 50, на мой взгляд, вот, недоношенных беременностей, они повиняют вообще сохранение. Вот. Как бы это ни звучало странно. Потому что сохраняя, ну, потому что они понимают причину, почему так происходит. То есть, никто не забирается в причинах. А у вас, ну, стандартная история, значит, система органов. Человек рассматривается как система органов. Вот. А во время беременности человека рассматривается как система органов. Не получается. Ну вот. И отсюда диссонанс. Отсюда не работают эти системы. Потому что система органов, которые рассматриваются как машина определенная, автомобиль какой-то там. Отдельно руки, отдельно ноги, отдельно корпус, тело, да, отдельно волосы, антенны какие-то там. Понимаете? То есть машина не способна выносить ребёнка. Они рассматривают нас как машину. То есть это уже биологический как бы такой вот механизм, он там взаимодействует, это живой организм. То есть не получается так рассматривать человека. Поэтому их пилюльки, они не работают в данной ситуации. Поэтому происходит обратный процесс. Ну, короче говоря, это нужно долго обсуждать. Поэтому я рекомендую, как это делать, был вопрос. Я рекомендую почитать книги Андреа Морица «Все чистки по огням» можно делать. Она много об этом говорит. Обратить внимание на труды Мишеля Дэна и так далее. То есть, к сожалению, я не могу вот так вот заочно, не знаю человека, какие-то детали говорить для его конкретного случая. Павел Воронин такую реплику запустил. А если соведущая натуропат, то почему она ориентируется на анализы обычной медицины? Хороший вопрос. Но в анализах обычной медицины плохого нового, на самом деле. Ну, если мы говорим о крови и мочи, мочи, это просто анализ Бехи, так как, понимаете, есть определенные показатели крови. Например, я поняла, к чему он клонит, то есть, почему я якобы на их нормы. Типа да, может там, может что-то заливаешь. Да, да, да. Я не ориентируюсь на их нормы, я ориентируюсь на показатели. Или нормы совершенно иные. Например, если человек пришел с анализом и я спрошу, чем вы питаетесь, какая ваша стандартная система рациона и так далее, и так далее, и человек мне объяснит, и я понимаю, откуда ноги у таких анализов, то это одно. А другое дело, когда вы придете с показателями, например, гемоглобина, к стандартному, если вы, например, веган или вегетарианец, или сыроед, вы придете с стандартными показателями белка или гемоглобина в крови, и они будут несколько ниже, то они там начнут бить тревогу и там у нас накачиваясь срочно генотердифероном, такой препаратик есть, потому как кошмар-кошмар, ужас, вы сейчас умрете, понимаете? То есть, или там они, например, смотрят на анализ крови и они смотрят на высокие показатели, например, скажем, эозинофила, вот вы говорите, я стандартно смотрю. Значит, для них это ничего. Для человека, который читает анализы, понимая общую целостность картины, он понимает, что это глисты, понимая, потому что они смотрят на количество в основном только лейкоцитов. Лимфоцит и лейкоцит вовсе воспалительный процесс, то есть, ну плюс-минус там подняты какие-то остальные показатели, это якобы там где-то норма. Вот как с мозгом, то есть 90% мозга это как бы мусор, то есть это же не так. Здесь то же самое, то есть половина анализов они просто не читают, они читают основные показатели, вот, а на фоне это как график, знаете, то есть нельзя читать отдельный показатель графика. Нужно смотреть на весь в целом, на него в целом этот график, как бы на общую картину этого всего. Поэтому вот так. То есть ты используешь их как некий инструмент и не более того, а вот дальше выводы по показателям ты делаешь сама, например, например, вот тут показываешь, что же от градусника что ли стоит отказаться, но вот у тебя нет градусника, у соседа есть, ну что же, ну идешь посмотреть у соседа градусник, с чего он там показывает термометр, а вот такая температура, отлично, а у кого-то есть температура, помимо еще термометра, барометр, или там датчик влажности воздуха, да, складываешь вместе все эти показатели, и у тебя картина, а что тебя ожидает в ближайшее время. Ну и берешь с собой или зонтик, например, или калошу, да, верно, еще хороший пример, это, кстати, тоже по беременности, это показатель мочи, например, они видят, что у вас повышенные лейкоциты, они же вас не спросят, что вы кушаете, что вы делаете в данный момент, а вот у моей практики такое было, и со мной в частности, то есть если вы чиститесь, вот был вопрос про чистку, если вы чиститесь, в том числе во время беременности, то ваша выделительная система, особенно почки, они, естественно, увеличат показания лейкоцитов, потому что ваше, увеличится количество белка, возможно, в печени, возможно, в анализах, потому что ваша выделительная система выводит это всё. Для них это кошмар и ужас. Вас направят на стационар, потому что у вас высочайшие показатели. То есть как они видят? Это нужно срочно остановить. Понимаете? То есть точно так, как бронхиты лечат. О, Боже, слизь. О, Боже, сопли. Срочно капаем, останавливаем сопли. То есть это же не есть... Натуропатическая система лечения, она по-другому работает. Она видит в анализах, ага, значит, есть высокий уровень ликоцитового газа, значит, там есть слизь. Значит, её надо убирать. Понимаете? То есть пока мы не уберём, никакие бактерии оттуда не уйдут. Потому что их там дом. Потому что слизь – это их дом. Понимаете, как это работает? Ну, поэтому вот так. У нас часто бывает так. Ой, слизь из носа пошла, сопли. Начинать горяченького молочка выпить. Конечно, да. Ну ладно, вопрос от Татьяны. Затяжная простуда, лечусь эфирными маслами, эвкалипты, чайное дерево. Очередую их. Мажу маслом лимфоузлы. Что ещё посоветуете для лечения? Я так понимаю, беременная девушка. Про беременность здесь слова нет никакого. Да, но дело в том, что если женщина беременна и если она не беременна, это два абсолютно разные, две абсолютно разные программы лечения. Ну, если беременна, тогда этого тоже недостаточно, конечно. Ну, то есть, в идеале, если масло подразумевает, если оно фармацевтическое, то желательно пропить чайное дерево внутрь. По одной капле два раза в день, 21 день. Это желательно сделать. Если вы беременна, то этого делать нельзя. То есть, там нужны ванночки делать и так далее. То есть, ну, здесь очень размытый вопрос. Ну, вообще, неплохой метод, конечно. Но это масло общей продукты класса общий антибиотик, антибиотик общего спектра. То есть, надо добавлять какие-то целевые иммуностимуляторы. Целевые – это обычно цитрусы. Это эфирное масло лимона, грейпфрута, бергамона и так далее. Туда же в эту смесь и наносить на лимфоузлы. Это хорошо, но лучше ещё и ванну принять, потому что с тёплой водой это всё гораздо больше в лимфу проникает. Ну, конечно, затяжную простуду неплохо будет добавить ещё соки, там, проголодать пару дней. То есть, вот такая система. Ну, чтобы ещё ускорить вывод, можно сделать очищение кишечника ещё. Тоже с эфиром, например, чайного дерева. Или там с… да. Да, вариантов много, вплоть до того, что на соды подышать и тот же самый перикс, про который говорили, раствор пока носик и выпить. Здесь вариантов много. Здесь нужно знать причину, почему эта простуда возникла, не просто… В любом случае, да, в любом случае неплохо делают то, что эфир используют. Главное, что вы используете настоящие, а не с аптеки. Это важно. А второй момент – это… ну, вот вы используете эфир, опять же, говорю, общего спектра. То есть, они неплохо работают, например, эвкалипт – это конкретно антибактериальный продукт. То есть, он там со стафилоколоком хорошо работает, в том числе для беременных. Я говорила, что эвкалипт для беременных официально запрещён. Это ложь. Вот. У меня очень много объемных на нём живёт, в том числе я. Вот. Жилили. То есть, его интуитивно хочется, потому что в почках начинается застой. Вот. И, естественно, при застое будет плодиться бактерия, естественно. Поэтому интуитивно организму… То есть, его очень хочется. Прямо этот запах услышат люди. И прям, как хочется. Ну, то есть, это всё очень-очень как бы объяснимо. Вот. Поэтому мазать лимфоузла – это нормально. Это самое быстрое влияние на иммунную систему. Потому что, если помните, у нас был эфир когда-то по иммунной системе. То я говорила, что иммунная система – это непосредственно лимфа. То есть, наша лимфатическая система – это и есть наш иммунитет. Потому как там живут лимфоциты, да, вот они и есть в нашей клетке, которые поедают вот это всё, да, то есть ненужное, будем так говорить. Вот. Поэтому это хорошая, хорошая вещь, но этого маловато. Вот. Поэтому, в общем-то, стоит добавить вот такие продукты, которые я назвала. Ну, и там поголдать пару дней. Угу. Так. Следующий вопрос, Татьяна. Интересует КТГ – кардиотография плода. И есть элемент ультразвука. Опасно ли это для плода и суть его обследования? И как отказаться в письменной форме? Или в письменной форме? Ага, поняла. Значит, ну, КТГ – это несколько… это не УЗИ. Вот. КТГ – это как бы компьютерная… Вернее, не компьютерная. Это как бы как датчик, похоже на кардиограмму. Вот. То есть это датчик, который снимает звук сердца ребёнка. Вот. Это, конечно, менее безопасно, чем… Вернее, более безопасно, чем ультразвук. То есть при необходимости, в принципе, вы можете сделать там пару раз. Вот. Если есть необходимость в этом. Ну, в принципе… Почему она возникает? Ну, что сейчас уже практически вымирают акушеры, которые умеют пользоваться трубкой. Да. Вот. Хотя эта трубка, она всё слышит, всё прекрасно показывает. Ну, сейчас вот всё это дело отмирает. Уже практически не специалисты, которые умеют этим пользоваться. Отсюда, значит, рост всех вот этих так называемых технологий. Вот. Опасности меньше. Это… Ну, я, к сожалению, не физик. Мне сложно объяснить это физическим языком. Вот. Но принцип работает там как у кардиографа. Вот. То есть он работает там, в общем-то, от сети стандартно. Там два датчика стоят. Он просто… Он как кардиограмма пишет на ленту точно такую же кардиограмму, только плода. Вот. Поэтому, ну, это несколько иное. Вот. Отказаться, в принципе, можно. Вот. Но, в принципе, я не знаю, его не настолько часто назначают. Хотя в последних сроках, да, всё-таки часто назначают. А в стационарных условиях его делают каждый день. Значит, следят. Когда отказываться не стоит. Я вам хочу сказать, когда плохо прослушивается сердцебиение. Вот. На последних сроках это действительно может быть информативным. То есть на восьмом-девятом месяце это может быть информативно, очень серьёзно. На седьмом может быть информативно. То есть вы обратите внимание, если у вас КТГ показывает результат стабильный, то есть не должно быть такого, что у вас постоянно, например, там, сердцебиение 123, 123, 123. И в течение пяти минут оно 123. Так не должно быть. То есть оно должно быть разным. 125, 140, 130. То есть вот так вот. Это нормально. Значит, если оно стабильно, стабильно, постоянно, то это не совсем здорово. То есть тогда его стоит повторить. А если оно постоянно радостно, что это значит? Значит, что ребёнок реагирует на ваши эмоции, ваши там движения. Потом его нельзя делать непосредственно после того, как вы пришли. То есть вы там пробежались, спешили, пришли и делаете. Так делать нельзя, конечно. Покажут неправильно. То есть нужно отдохнуть, успокоиться, сесть там, тогда уже сделать. По поводу отказа. Ну, точно такой же бланк пишите, что я хочу отказаться от КТГ. Вам скажут, вам надо будет написать причину. По какой причине вы отказываетесь? Я считаю, что это вредно. Я считаю, что... Но, скорее всего, до этого не дойдёт. То есть это не такая... Это необязательная процедура. Вернее, это обязательно, но она не обязательно для отказа. Вот так скажем. То есть они больше заточены на отказ от УЗИ. Вот. Поэтому здесь я не думаю, что какая-то проблема возникнет. Вот. Но если возникла, то вам придётся писать просто причину. Первая причина. У меня ушки закладывает. Вторая причина. Да пошли вы. Ну, в общем, да. И ещё вопрос от Татьяны. Татьяны, как уменьшить изжогу? Ну, лучше пить эти соки свежевыжатые. Всё, что вызывает защелачивание. То есть вы же соду не будете пить беременно. Поэтому в идеале это сок грейпфрута. Если это беременная, я просто не знаю, не уточняю их никто. Значит, это сок грейпфрута, вода с лимоном. Очень хорошо. То, что является щелочным. Зелёные коктейли, все любые. То есть шпинат плюс, не знаю, там, лист салата, например. То есть вот такие. Плюс там лимонный сок. Натуральный. Вот такие вещи. То есть они снижают. Вот ябволакивающие масла. Типа масло льна. Вот такие вещи все. То есть сначала приняли ложку масла льна, а потом уже принимаем вот эти все зелёные коктейли и щелочное питьё. Щелочное. То, что имеет, да. Ещё надо понять, кроме того, что убираем причину, вернее, убираем следствие, что является причиной. Очень часто люди… Даже глисты. Здесь что угодно может быть, в том числе и глисты, но очень часто очень всё банально и просто. Люди, например, не могут отказаться от каких-то печенюшек, не могут отказаться от каких-то булочек, не могут отказаться от какой-то другой рафинированной пищи. Вот любая рафинированная пища – это одно из следствий, вернее, причин появления изжоги. В первую очередь это хлебобулочные, вот мучные изделия и так далее. Потому что они у вас, желудки, моментально перевариваются, и там появляется очень много кислоты. Конечно. Особенно белки. Да, если вы дрожжевое, да, и белки. А если вы ещё и дрожжевое там что-то тяпнули, то в этом случае все сахара и вот эта рафинированная пища, она моментально в кислоту преобразуется, и вы получаете двойной удар. Во-первых, когда вы кушали сахара, то ваш мозг получал сигнал о том, что сахара есть, и необходимо выделить ферменты, которые сахар будут расщеплять. Вот эти ферменты выделяются. А уже дрожжи, например, эти все сахара и рафинады, все это переработали. И вот эти ферменты, которые против сахара выделялись в вашем организме, они будут просто терроризировать ваш организм. Они будут во всех клетках вылавливать свободные сахара. А это уже не совсем правильно. И получается, вы обманули себя дважды, устроили себе изжогу, ещё устроили охоту на сахара, которые ваши клетки спокойно, ну, глюкоза в данном случае, наверное, и то, что с этим связано, то, что ваши клетки спокойно себе получили, и чем могли бы попитаться. Вот. А потом вдруг изникает вопрос, почему это, когда я понервничаю, у меня такое состояние, что всего трясти начинает. А это как раз в преддверии сахарного диабета, вот по одной из таких причин. Так что не надо, не надо ничего рафинированного кушать. Ешьте нормальную, здоровую пищу. Побольше ешьте овощей. Побольше ешьте овощей и поменьше того, что вам не свойственно. Вот и всё. Просто разберитесь, что для вас полезно. Ну, а сода, если уж совсем там, ну, что делать? Ну, бывает так, что погасить приступ, конечно, ну, можно и содой, но только, опять же, ну, не просто ложку проглотить соды, а там развести, погасить её, немножко, может быть, чуть-чуть соли добавить, чтобы физраствор такой получился в желудке, а не был просто содовый удар. Но это отдельный разговор. Если это у вас постоянно возникает, то тогда вы должны понять, что с вами не то происходит, искать причину, чтобы её устранить. А не просто там глотать соду, не просто пить постоянно соки и жаловаться, что у вас постоянно изжога. Это, мне кажется, более правильный подход. Дальше. Я не говорю, вопрос в эфир. А что вы скажете насчёт фолиевой кислоты в таблетках? Тоже не стоит? Нет, она-то стоит. Она стоит. Вопросы нужны или нет? Да. Значит, по поводу фолиевой кислоты. Ну, это, конечно, классика жанра вообще в беременных, скажем, в беременных вопросах. По поводу фолиевой кислоты. На самом деле её навалом в семечках. Конечно, вам об этом не скажут. Более того, запущен интересный миф о том, что семечки очень-очень плохо влияют на беременных, семечки подсолнечные. И о том, что нельзя есть время вскармливания, потому как будет болеть животик у ребёнка. Но это, конечно, забавно. То есть от мяса болеть животик у ребёнка не будет, которое они назначают. Это значит от семечек. Значит, в семечках очень много фолиевой кислоты. Мало кто об этом знает. В зелени тоже она есть и так далее. Но для того, чтобы явно усвоилось, вам нужно есть их нежареные. Желательно очищенные, нежаренные. И хорошо пережёванные. То есть желательно всё дело замачивать. Или если не замачивать, тогда очень тщательно сжевать. То есть, в принципе, где-то 3 столовые ложки 3 раза в день во время беременности, скажем, в течение месяца-дву обеспечивают вас сгарантированно практически. Теперь есть момент. Вот был у меня такой случай интересный. Значит, когда назначали, и всё-таки надо было пить вот эту синтетику. Как бы жёсткая нехватка фолиевой кислоты якобы привела к недостаточности соматотропина гормона у ребёнка. То есть ребёнок как бы недоразвивался. Вот так вот скажем. И тогда её начинали применять. Он уже родился там у них. Но на следующей беременности её начали применять жёстко, в больших ударных дозах, профилактически. Но я склоняюсь к тому, что, скорее всего, вот эта недостаточность соматотропина связана со всем другим. Но никак не с недостаточным фолиевой кислоты. Хотя, конечно, такой вариант тоже есть. Но опять же, мы об этом говорили в начале эфира. Ответьте себе на вопрос. Будет ли она у вас усваиваться? То есть если вы хотите фолиевую кислоту, берите её, но в продуктах органического ряда. То есть то, что сможет быть взаимодействованным, то, что сможет взаимодействовать с химией вашего организма. То есть если это не может взаимодействовать с клетками вашего организма, то есть насаждать искусственно. Понимаете, как работает организм? Я уже это объясняла. Что если вы даёте что-то искусственное, то есть если вы встанете на костыли и проходите в них год, то ваш организм перестанет ходить. Если вы начнёте пить гормон, то ваш организм перестанет этот гормон воспроизводить. Ну и так далее, и так далее. Здесь аналогичная история. То есть если вы начнёте стабильно пить фолиевую кислоту, и вы захотите иметь следующего ребёнка, следующую беременность, возможно, в этой беременности это никак не повлияет. Но захотите иметь следующую беременность, то, возможно, ваш организм не сможет нормально синтезировать достаточный уровень фолиевой кислоты в будущем уже для следующего ребёнка. Потому как вы настолько напичкали его искусственно, что он просто отключил синтез собственный. Вот об этом задумайтесь. Поэтому, если вы хотите, изучите все источники, где её раздобыть. Честно говоря, информации валом об этом. Поэтому я даже не буду время тратить на это. Единственное, что обратите внимание на семечки и зелень. А дальше информации, правда, очень много в интернете в воду альтернативных источников фолиевой кислоты. Единственное, позаботьтесь о том, чтобы она у вас усваивалась. Потому что вы можете килограммами её есть, она просто не усваивается. И проблема далеко не в том, что, как многие говорят, да там надо пять ведер съесть этих ваших травок, этих ваших овощей, для того, чтобы не усваиваться надо. Ничего подобного. Приведите в порядок микрофлору вашего кишечника, чтобы она могла нормально усваивать эти продукты. Конечно, пять ведер надо, потому что там здоровая микрофлора, которая может поглощать вещества из этих продуктов, там 5%, понимаете? А всё остальное – это гнилостная микрофлора, которую вы раскормили сладостями, мучным сахаром, белками, мясами, колбасами и прочим-прочим. Вот откуда эта проблема растёт. Поэтому прежде чем вы будете стараться изъять эту фолиевую кислоту из растительных продуктов, постарайтесь позаботиться о микрофлоре вашего кишечника. Ну, проще говоря, вычистить, выметить оттуда всю неблаготворную микрофлору, то есть почиститься и заселить её туда нормально. Только не искусственно заселить, как сейчас делают это, а выращивать её. Ну, то есть это месяца два-три такой упорной работы правильного питания, хотя бы на овощах, например. Вот и всё. И надо обратить внимание, что не просто семечки, например, кушать, а желательно, вот как я проверил на себе и неоднократно убеждался в этом, замачивать их. Да, да. Замачивать, чтобы они размекали и уже были готовы к проросту. Вот тогда всплеск выброса вот этих всех кислот, необходимых аминокислот, он увеличивается резко. И то же самое желательно делать со всеми сухофруктами. Не просто вот вы берёте там урюк какой-то или что-то ещё, а взяли его, замочили тёпленько водичкой, он некоторое время постоял, пропитался, прояврёл влагу в себя, взял и становится более-менее похож на то, что, ну, конечно, не до полной степени, но что он был, когда вот созрел. Это и полезнее, и лучшее, вот поверьте мне. Так что потом эту водичку можете даже и запивать, нежели чем некоторые там любят сухое, что-то есть, семечки, а тем более там жареные семечки некоторые любят есть. Вот жареные семечки – это вообще отрава, их лучше не употреблять. Давай следующий вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Наталья. В наше время имеют место быть в обществе браки по залёту, рождённые дети ради шантажа, выгоды, денег и так далее. Отсюда вопрос. Влияет ли уровень сознания, чувственного всплеска любви друг к другу на родитель ребёнка в момент его зачатия, на процесс родов? Какие явные отклонения от естественного течения родов вызывают этот фактор, если исследование, наработки у тебя в этой области? Благодарю. Ого. А ты как хотела. Я понимаю, да. Придётся. Значит, отвечать. На самом деле вопрос больше к генетикам, наверное. Это, наверное, неплохо бы к Петру Горяю вопрос адресован. Конечно, я об этом вопросе тоже задумывалась, как, наверное, любой человек, который прожил стандартную, наверное, юность, как все, да, и там явно не самый благоприятный, я не знаю, микроклимат на районе там был у всех и так далее. Но тем не менее, в общем-то, конечно, это всё влияет. То есть хотим мы этого или нет, будем мы это обсуждать тут или нет, это, конечно, влияет. Влияет, в общем-то, как вы сказали, по залёту, все вот эти вещи, конечно. Вот. Единственное, насколько мне удалось раскопать эту информацию, потому что по вопросу зачатия, беременности и прочее-прочее, это всё мы изучали очень много лет. Вот. Значит, насколько мне удалось раздобыть информацию, в том числе и с генетиками, общаясь, да, с адекватными, потому что, как вы понимаете, стандартная генетика – это вообще отдельный, отдельный, в общем-то, кошмар, который творится. Вот. То, насколько я поняла, это что, значит, в среднем нужно где-то около пяти, если не ошибаюсь, лет минимум, то есть для того, чтобы восстановилась вот эта связь с одним партнёром. Если вы об этом не спрашивали. Я не совсем поняла вопрос, как-то так быстро. То есть имеется в виду, насколько… Поправь меня, Лёша, если я неправильно поняла. Насколько влиял предыдущий партнёр на ребёнка, насколько влияет неправильное зачатие. Правильно я понимаю? Ну, здесь вопрос достаточно сложный. Если вдруг уровень чувственного всплеска любви отсутствует, то в этом случае что потом происходит в родах, и как это вообще отражается? Поняла. Ну, действительно влияет. То есть если вы обратите внимание на детей, которые растут в семьях, которые как бы готовы были, даже финансовая составляющая не настолько важна для более такого спокойного, равновешенного ребёнка, как эмоциональная сознательность. Потому что многие сейчас как думают, ну куда там рожать, денег нет и так далее. Но если эмоционально люди к этому готовы, если эмоционально они уже эту ситуацию прокручивали в своей голове, то мы уже понимаем, что да, вот время уже, вот мы там созрели к процессу ребёнка, к его зачатию, воспитанию, то и люди, которые вот это получилось действительно без вот этого всплеска, как вы назвали это, то есть не было никакой любви и так далее. Эти дети очень сильно отличаются, даже по взгляду. Я вот даже по собственному ребёнку могу вам сказать, что это очень, ну не только по своему, вообще вот по детям, которые в сознательных семьях, скажем так, рождены, и которые вот там, либо вообще там отец непонятно, где появился там на момент зачатия или, если честно, второй день. Эти дети очень сильно отличаются, даже взглядом. У них совершенно разные. Если вы понаблюдаете, ну может быть просто люди не совсем знают, зачем наблюдать надо. Наблюдать за реакциями поведения. То есть дети обычно от, ну скажем, более сознательных семей, они более любознательны, у них взгляд такой целеустремлённый, у них движения совсем другие. У них очень, ну я не хочу собрать больше статистики, но пока что, то, что я наблюдаю, что у них более зрелая, что ли, сущность, вот так бы, я не знаю, как это назвать, очень как-то эзотерически получилось, но вот так оно выглядит. У них более зрелый организм, у них более зрелая иммунная система, то есть они более приспособлены. Это тоже заметно, заметно, потому как, ну обычно, я думаю, что это связано с тем, что люди как-то, ну как-то так или иначе готовились к этому процессу, но даже те, которые не готовились, всё равно этот факт наблюдается, что такие дети, они более, ну, выживаемые, что ли. Хотя есть другая интересная тенденция, что те люди, которые в очень сложных семьях, те дети, да, растут, они тоже выживаемые, но при этом у них как бы, ну, другая стрессоустойчивость, то есть они очень, ну, как бы, раздражительные. Я вообще думаю, что, ну, в общем-то, вот такой вот формат общества, который сейчас благодаря вот этим клубам, значит, и так далее, ну, это очень сильно влияет на формирование всяких там маниакальных депрессий, стрессов и прочее. Если глянуть на, не знаю, западную модель вообще жизни, то мы видим, что там у них, не знаю, там количество психологов, по-моему, на одного человека уже там возрос просто в 10 раз. Вот, это тоже отсюда связано, потому как, ну, получается, получается, что эти, ну, как бы, вот эти новорожденные, они, как бы, знаете, ну, вроде бы как сущность выхватилась, да, знаете, там, ну, как бы, что она пришла, непонятно. Ну, я вообще в этих делах не особый, как бы, специалист, вот, но я предполагаю, что влияет очень сильно, вот, поэтому, ну, мы же не можем запретить этому процессу быть, поэтому мы можем повлиять только тем, что вот рассказываешь, что так не стоит делать, что стоит всё-таки сначала там семью создать, а потом уже, и, конечно, здоровье будет тоже не совсем, не совсем хорошее у таких детей. Ты знаешь, Наталь, здесь, наверное, надо отметить следующее. Вот, искала выживаемые в том случае, в том случае выживаемые, но в первом случае, когда любовь и лад в семье, и когда ребёнок жданный, то в этом случае получается очень интересно, этот ребёнок выживаем как человеческая сущность, как человек выживаем, то есть сущность высокого порядка и человек с большой буквы. А когда он нежданный, когда это какой-то очередной перепихон, и так далее, когда залёт, как выразился человек наш, радиослушатель, то в этом случае будет выживаемый как зверушка. Да, за жизнь он будет цепляться хорошо, но что там за душой у него будет, кто там внутри будет сидеть, какая у него будет сущность, вот в чём вопрос. Поэтому, если вы хотите зверушку какую-нибудь и проблему себе на всю жизнь, и свой род не улучшать, то в этом случае вам всё равно с кем и когда, как собачкам под забором, главное, чтобы партнёр был. Если же вы себя причисляете к человеку, к расе, то в этом случае, наверное, и надо быть достойным человеком в этом смысле. Давай следующий вопрос рассмотрим. А что может сказать, Ингварь за этот вопрос, а что может сказать о запугивании врачами таксоплазмозом, если у женщины его ещё нет? Очень хороший вопрос, кстати говоря. Этот анализ входит во второй скрининг во время беременности, то есть на наличие таксоплазмоза. Вас сразу начинает пугать наличием кошек у вас в доме. Если у вас кошка, немедленно выкиньте, ну и прочее. Значит, может таксоплазмоз переносит коты. Несколько бывают там какие-то случаи, там один на миллиард, что там заразились таксоплазмозом, и там страшная произошла невероятность какая-то там с ребёнком. Значит, гораздо больше страшных случаев происходят от вакцинации, но это почему-то никак нигде не разбывается. А там какую-то эту бактерию, там эти и прочее, там, значит, разовьют так, что... Значит, во многих странах вот таксоплазмозы не лечат вообще, в том числе, кстати, европейских, они вот так сильно на них разравняться. Почему бы они вот в этом вопросе не поравняются? Значит, это входит в стандартный пакет, и он очень дорогой, кстати. Вот, если вы решите частным образом это всё дело сдавать, вот, по-моему, даже в госклиниках он уже оплачивается, если я не ошибаюсь. Значит, поэтому, конечно, они заинтересованы в затынкивании, вот, потом лечение таксоплазмоза очень недешёвое, вот, и очень нехорошее, имеет нехорошее последствия. Поэтому, я вам сейчас скажу, я его даже не сдавала. То есть, в принципе, если вы его не сдадите, вот, страшного там мало. То есть, вообще, вот, многие европейские страны его вообще не лечат, даже если он есть. Вот, потому как, смотрите, какая штука. Вот, допустим, он есть. Значит, вот такая же история, как мы обсуждали в прошлом эфире. Например, у вас нашли бактерии, там, или там, токсоплазмоз. Значит, какой у вас вариант? Первое, лечите, значит, таблетками, антибиотиками, капельницами и прочим-прочим. Вот, значит, что будет всасываться в плаценту и иметь прямое влияние на кровоток и на формирование органов растущих, да, значит, ребенка будущего. И второй путь, как бы, не лечить, а лечить уже после рода вас. Вот, но тогда есть вероятность, что ребенок заразится, значит, и придется лечить его еще новорожденного. Обратите внимание на момент есть вероятность, понимаете? Вот, в принципе, вероятность, что ребенок чем-то там заразится после рода, ну, вообще она огромна везде, то есть он может там, ну, масса чего всего может быть. Вообще вероятности в родах может быть очень много. Если начинать лечить все вероятности, или там колоть прививки от всех вероятностей, то, в общем-то, сильно много колоть придется. Вот, и что-то чересчур вообще реакция какая должна быть. Вот, что хочу сказать, значит, плацентарный барьер ребенка достаточно сильный. То есть он, для чего плацента нужна? Она защищает, значит, плод от вторжения вирусов, инфекций, там, и прочего, и прочего, и прочего, бактерий, и прочего. Значит, вам, конечно, не расскажут, но большое количество именно антибиотиков, которые признаны якобы лечить вот эти все вещи для беременных, они ослабляют плацентарный барьер. Ну, как вы думаете, для чего? Вот, но явно же не для лечения, правда? То есть по анализам вам, конечно, покажут, что это все здорово, значит, бактерий нет, то есть после пролечивания. Но то, что в будущем вся последующая беременность будет проходить уже с более ослабленной плацентой, плацентарным барьером, то есть все, что будет попадать, вам в кровоток нехороший, будем так говорить, попадет напрямую ему. Вот, ну, как бы учтите этот момент. Поэтому если даже, если его нет, даже не заморачивайтесь запугиванием, что они предлагают, я не совсем поняла, то есть если они предлагают сделать анализ, ну, как бы всех анализов не переделаешь, понимаете, вы вправе отказаться. Единственный анализ, от которого вы точно не сможете отказаться, это анализ на спид. Для этого берется кровь, потому что вас просто не пустят типа в роддом. Все. А все остальное, это все такое. Вероятность, если уже заразились, потом еще можно разговаривать, но если его нет, то запугивание, ну, в общем-то, это вообще, знаете, это самый лучший метод лечения, запугать. Все. Надо понимать, что вот то, в чем производит себя тело ребеночка, это некий скафандр, который позволяет душе в этот мир прийти. Естественно, любой скафандр, он очень хорошо защищает тот организм, который внутри него находится. Поэтому это очень совершенная система и совершенно такой степени, что люди до сих пор не могут понять, как это все происходит. Вот. И самое главное, что еще надо не забывать, о том, что все, что в этом скафандре есть, это принадлежит не маме, не папе, не роддому, не какому-то дяде, который хочет это купить, или тете. Это принадлежит ребенку. И поэтому вся кровь, которая там находится, она должна полностью перетечь в ребеночка. Это его. Вот когда кто-то там раньше времени отрезает пуповину, то это говорит о том, что они совершают преступление. Это то же самое, как, например, у человека прошло кровотечение, вместо того, чтобы остановить его, врачи стоят и смотрят, когда оно само у вас прекратится. Вот из этой же серии. То есть ребенок должен получить всю свою кровь. Это залог его здоровья, это его личная кровь. Вот об этом помните всегда. Давай дальше. Елка, вопрос в эфир. Влияют ли препараты, используемые во время родов на дальнейшую жизнь ребенка? К примеру, промедол. Также стимуляции родов окситоцином. Окситоцином. Да, окситоцином. Перенашивание беременности это патология? Давайте по порядку. Ну давайте вот последний вопрос. Значит, перенашивание, смотря на сколько. Значит, если вы переносили там на неделю, нет. Если вы переносили там, ну даже на три, тоже нет, зачастую. Переносили там на месяц, на полтора, там уже надо смотреть. Если при этом нормальная сердцебиение нормальная, то есть прослышивается, слышится дыхание и сердцебиение, вот, и нет там никаких зеленых вод и прочее, прочее. Ну как, ну обычно, если они будут, у вас анализы покажут, там даже мочи тоже. Повышенные лейкоциты там, алло, обратите внимание, да, там есть, ну в общем, масса моментов есть. Вот. Перенашивание-то очень обобщенно сказано. Бывает перенашивание до такого состояния, что, ну конечно, начинаются зеленые воды, вот, и там уже надо принимать решение о стимуляции, либо стимуляции, либо кесарева. Такое бывает. Вот. Но, опять же, это не настолько частые случаи, поверьте. То есть, есть масса удачных случаев, когда люди не послушались и всё-таки переносили, родили ребёнка вовремя, то есть для данного ребёнка надо было, для его созревания дыхательной системы понадобилось чуть больше времени, там на недельку, да, вот, потому как последним созревает дыхательная система. Вот. Почему так жёстко, например, лично я вот бралась за рождение ребёнком, не рождение, когда мы посчитаем нужным, а когда он посчитает нужным, потому что последним созревает дыхательная система. Вот. И от того, насколько она будет зрелая, зависит, какая она будет вообще всю жизнь. Представляете, насколько это важно? То есть, поэтому лучше как бы взвесить все за и против, насколько вы перенашиваете, что при этом происходит с вами. То есть, вот, вот об этом говорят все, скажем так, акушеры, которые практикуют систему натуропатии, что единственное, когда, значит, востребовано УЗИ, единственное, это последние сроки беременности, когда, которые свыше 9 месяцев, и когда плохо прослушивается сердцебиение, и нужно принимать решение. То есть, либо мы делаем кесарево и спасаем ребёнка, вот, потому как по какой-то причине не наступает родовая деятельность. Но, опять же, патология не является не перенашиванием, а патологию, в данном случае, надо назвать неначавшуюся родовую деятельность. То есть, по какой-то причине не наступает матка. То есть, в данном случае недостаточный выброс вот этого самого окситоцина. И, скорее всего, зачастую такое возникает тогда, когда ребёнка сохраняли, либо сохраняли, либо принимались какие-то препараты, либо, ну, то есть, либо какие-то проблемы есть гормональные у женщин. То есть, скорее всего, не были учтены её гормональные особенности. Вот. То есть, возможно, есть сбой в гонормональной системе, которые не смогли выдать достаточный уровень гормонов для нормального начала сокращения матки, для начала родовой деятельности. Вот. Это как бы такой момент. Поэтому тут патология не перенашивания, а патология то, что не началась эта деятельность. Поэтому вот это единственный момент, когда, да, оно может быть информативно, ну, как бы генетический аппарат на девятом месте уже давно сформирован, поэтому на генетику УЗИ не повлияет в данном случае. То есть, это вот единственный момент. Поэтому, ну, это относительная патология, понимаете, тут надо разбираться. Вот. Ну, конечно, и бывают случаи, когда лучше спасти ребёнка, и всё-таки… Ну, мы, конечно, можем говорить только о прекрасном, говорить только о стандартных случаях нормального рождения, но это же не будет истиной, правда? Есть же случаи, когда есть и не совсем хорошие случаи, и всё-таки приходится принимать решение о том же Кесарево, например. Вот. Потому как, когда стоит вопрос уже о жизни и смерти, там, ну, как бы, ну, совсем другая уже история. Вот. Теперь, что касается препаратов, значит, не про стимуляцию, значит, хороший вопрос про окситоцин, это классическая, значит, вещь. Окситоцин – это гормон, который стимулирует родовую деятельность. Он вырабатывается только в двух условиях. Значит, при… Это, по сути, такой оргазмический гормон, то есть он такое в полуоргазмическое состояние погружает, для того, чтобы не чувствовать боли. Это естественный гормон, это гормон, который вызывает естественное обезболивание. Вот. Поэтому, значит, если вы его вколите искусственным путём, то ваш окситоцин выделяться перестанет вообще, вот, на момент родовой деятельности. Поэтому вы будете полностью под подведением искусственного окситоцина. Это значит, что, скорее всего, возникнет элемент обезболивания, то есть вам надо будет ещё и обезболивать, вот, потому что, естественно, окситоцин содержит обезболиватель, вот этот – нет. А если мы обезболиваем роды, значит, мы обезболиваем только себя, то есть ребёнку будет больно и очень больно, значит, чтобы вы это понимали. Вот. Для того, чтобы не стимулировать рода окситоцином, есть несколько условий, которые можно соблюдать, чтобы окситоцин выделялся самостоятельно. То есть он выделяется только в темноте, вот, как мелатинин, точно так же. То есть как только мы, как только начинается, как только темно, он начинает выделяться, вот, и нам начинает хотеться спать. Вот. Значит, с окситоцином такая же точная история. Он выделяется в основном в темноте, в спокойствии, в таком спокойном, расслабленном состоянии. Вот. Почему, вот я в своих лекциях часто про афродизиаки говорю одну и ту же вещь, что, значит, мне говорят там, ой, вот там вы ароматерапия, значит, смешайте мне там что-то, чтобы там у меня там феромоны, гормоны там, значит, надо понять одну вещь, что, значит, афродизиаки – это вещества, которые способны выделению гормонов. Так вот, есть такие же эфиры и афродизиаки, которые способны усилить выделение окситоцина. Вот. Поэтому можно брать в род, такие масла, как виланг-виланг, такие масла, как лаванда, например, то есть то, что расслабляет. То есть как работает женская гормональная система и мужская? Они по-разному работают. Вот. Значит, первое, мужчинам нужно стимулировать стимулирующее, то есть вещества, женщинам нужно расслаблять. Поэтому, чтобы женщина нормально родила, в том числе, вот, нужно её максимально расслабить. Но об этом всём есть у Мишели Адена, я рекомендую почитать его книги, вот, на этот, на этот, то есть он просто революцию совершил, акушерство в этом вопросе. Вот. И он об этом очень мощно пишет. То есть об этом нужно обсудить с вашим акушером, чтобы соблюдались. То есть нельзя, чтобы был яркий свет, нельзя, чтобы там кто-то гонял с какими-то инструментами, куча медсестёр, которых вы не знаете. Тогда окситоцин не выделяется вообще. И родовая деятельность прекратится, естественно, да, потому что нет окситоцина, она прекратится. И примется решение вам его просто вколоть. Вот. Поэтому вот так. То есть чтобы этого не делать, просто позаботиться, чтобы были соблюдены условия на его стимуляцию, на его синтез в вашем организме. Дальше. Что какой следующий вопрос был? Значит, препараты, которые влияют на дальнейшую жизнь ребёнка во время родов, да? Правильно я поняла? Да. Когда препараты какие-то применяются в родах, и как это будет влиять на дальнейшую жизнь ребёнка? Значит, если это естественные роды, то там какие могут быть препараты? Могут быть обезболивающие. Во время кесарева, скорее всего, будут колотиться антибиотики, потому как это внутренняя среда. Но, как правило, они уже колятся, когда ребёнок извлечён. Поэтому, в принципе, там попадание минимальное. Но, опять же, вы должны это обязательно обговорить с вашим доктором, который будет принимать роды. То есть желательно вообще никакие препараты не колоть. То есть это понятно. Это не обсуждается вообще. Если единственные препараты, которые допустимы при введении инъекционно, капельно, это препараты, которые вводятся для расслабления то есть по наркозу, во время кесарева экстренного, в случае экстренного, то есть необходимость возникла, жизненная необходимость. Все остальные препараты, которые могут вводиться при естественных родах, они, конечно, недопустимы. Они могут влиять, безусловно, потому что это антибиотики, которые или там стимуляторы, или там гормоны, которые колются на момент того, когда плод ещё внутри. То есть всё, что попадает в кровоток маме, попадает в кровоток ребёнку напрямую, через пуповину. Поэтому, в общем-то, да, может влиять, конечно. Ёлка уточняет, промедол конкретно, она про промедол спрашивает. Это обезболивающий, я поняла. Значит, промедол – это обезболивающая наркотическая группа. Всё, что заканчивается на ОЛ или на ИН, трамадол, трамалгин, тоже знаете, да, наркотик такой. Это тоже наркотик группы обезболивающих. В данной ситуации это обезболивающая группа наркотиков. Это одно и то же. Там только разница в степени вещества. Последний наркотик. Эх, ёлки-палки, а я-то не знал. Да, я что хотел сказать-то. Дело в том, что вот вы просто ещё разок задумайтесь. Многие миллионы лет, я не побоюсь такой цифрки, многие миллионы лет, а может быть и миллиарды лет, женщины как-то, каким-то образом рожали и не прибегали вот к этим вот препаратам, то, что сейчас называется, в том числе наркотическим. И было всё замечательно и здорово. И было большое количество детей, и дети были здоровые все. И мамы после этого были здоровые и жили не по 50, не по 60 лет, а по много лет. Может быть, даже не по одной сотне лет. Вот просто задумайтесь. Ведь всё сделано для того, чтобы человек жил на этой земле в счастье, чтобы он развивался и чтобы достигал какого-то уровня своего развития, выполняя поставленные перед ним задачи и цели. И для этого есть всё, абсолютно всё. Другой вопрос, что из-за невежества своего нас поместили в состояние страха постоянного. И мы постоянно прибегаем к каким-то там костылям, которые нам абсолютно не нужны, которые мешают. Вернитесь в природное состояние, и всё будет хорошо. И всё, что происходит с ребёнком в первые секунды жизни, это информация, которая запечатляется на всю жизнь. И в дальнейшем ребёнок будет уже действовать, исходя из этой информации, полученной в первые секунды жизни. Зачем вам нужно что-либо в него вливать, вкалывать, пугать, страшить, делать ему больно и так далее? Всё природой предусмотрено. Не делайте хуже ни себе, ни детям. Давай дальше. Николаевич, здравися, ведущая и героиня передачи. Вопрос в эфире. У дочки был поставлен диагноз – дисплазия. И ей прописал врач ригизулину, удерживающую ноги в растопыренном положении. Через год в ней в ригизулине сняли с диагнозом остаточная дисплазия. Это был развод на деньги? Ой, с этими распорками – это, конечно, вообще жуть. Значит, к сожалению, зачастую дисплазия на ранних этапах не выявлена. То есть по-хорошему нормальный врач должен это определить в первый же день рождения. Практически, может быть, на второй максимум. То есть когда ножки раскладывают, и они плохо раскладываются. Но в принципе это может всё перерасти, но вот эти все распорки, растопырки и прочее – это жутчайший стресс для ребёнка. И, к сожалению, они почти ничего не лечат. Это очень жёсткий метод такой, знаете, это, я не знаю, там камнем, я не знаю, в окно. Ну и просто это очень сильно, это очень сильный стресс для опорно-двигательного аппарата ребёнка. Это очень сильный стресс для его психики. Значит, на самом деле по поводу развода на деньги я, честно говоря, не в курсе, насколько это дорого стоит. Наверняка не дёшево, как и всё в медицине. Конечно, дисплазию она вам не вылечит по одной простой причине. Дисплазию надо лечить с помощью гимнастики. То есть, конечно, у нас все двигательные заболевания, когда у вас болит позвоночник или остеохондроз, вам назначают какой-то препарат якувену и лежать. Это неверно. Всё это нужно лечить движением. Я вам хочу сказать, что у нас была аналогичная история. Есть хорошая гимнастика для дисплазии. То есть, нужно заставлять вот эти кости постоянно двигаться, двигаться, чтобы был приток крови. То есть, есть специальные гимнастики. Конечно, это невыгодно. А, конечно, вам это, скорее всего, не показали. Вот, возможно. Хотя я даже не могу показать прямо в роддоме для этого. Поэтому, если есть даже остаточная дисплазия, всё равно начинать делать гимнастику. Найдите все возможные гимнастики для дисплазии, плавательные упражнения и так далее. То есть, старайтесь, чтобы тазовые кости постоянно были в движении. Круговые движения и так далее. Значит, ну, к сожалению, я не знаю, я не могу этот конкретный случай разбирать. Да, и поэтому сложно. Я же не знаю ситуации. Но то, что все вот эти распорки и дисплазию не лечат, они просто убирают это острое, ну, как бы, как объяснить, визуально. Понимаете? То есть, это как снять давление препаратом. Понимаете? То есть, никуда причина этого давления, она никуда не делась. Вот. То есть, это просто сняли видимое. Поэтому обратите внимание на все плавательные, двигательные упражнения. Ну, ты сказала, это массаж, это гимнастика, это движение. Правильное движение. Да, да, да. Причем… И все будет стоять на свои места. Да, поэтому особенно обратите внимание, просто хочется помочь людям, обратите внимание на упражнения, которые, когда ребенок лежит на животе, значит, нужно поднять ногу, поставить его на стопу с положения лежа. Но, к сожалению, сложно объяснить. То есть, найдите это упражнение в интернете, оно там четко показано. С положения лежа поставить на стопу, чтобы колено согнулось. То есть, тогда сустав, тазовый сустав, тазобедренный, да, он прокручивается хорошо. Вот если вы это будете делать хотя бы с месяца, это очень серьезно помогает. Поэтому вот так. Суставная гимнастика, это еще называется. Ну, как бы да, да, да. Дальше. Ёлка делится своим впечатлением. Я считаю, что лучше не нарываться и говорить врачам, что выполняется все их поручения, но на самом деле продолжайте делать по-своему. Столкнулась с тем, что убеждать их бесполезно. Главное – найти точку соприкосновения. Например, разговариваешь о травках-муравках и гомеопатии. Если врач на контакт не идет, можно продолжать общение. Дальше. Следующий вопрос от Алексея Тарасова. Добрый вечер. Всем здравия. Вопрос в эфир. Недавно на просторах интернета наткнулся на метод Игоря Борисовича Черковского, автор системы так называемого водного родительства. В двух словах смысл метода заключается в рождении малыша в море, по возможности с дельфинами, обучении грудничков, плаванию, методом проныривания, закаливания младенцев, гимнастики и так далее. Судя по отзыву, очень много приверженцев данного метода, а также и противников. Наталья, может ли Вы что-либо сказать по этому поводу? Есть примеры последователей из Вашего окружения. Благодарю. Поняла. Значит, ну система неплохая, будем честно говорить. Значит, конечно, все водные манипуляции для ребёнка после родов – это то, что доктор прописал, как называется, потому что он в своей стихии, в общем-то он из воды в воду, и это абсолютно нормально. Конечно, вся акушерская система считает, что это ненормально практически, потому что мы якобы не прямоходящие, не водноплавающие, и у нас нет жабр, и так далее. Но тем не менее растём мы в водной среде, так на минуточку, развиваемся. Это очень серьёзно снимает все… Вообще проблемы, если заниматься по системе Черковского, то проблем гипертонусов, дисплазии вообще не будет. Вообще, потому что это невозможно априори, понимаете. То есть ребёнок постоянно в движении, его лимфа постоянно двигается, а лимфу приводит в движение все мышечная активность. А вот это пеленание, которое все там практикуют сейчас, ну сейчас уже как-то меньше, но сейчас бабушки там, значит, оно наоборот вызывает остановку кровоснабжения, остановку развития… Если остановка из кровоснабжения нормального, адекватного, то, конечно, кость развивается не совсем правильно, потому что ей не хватает питания. Но вы сами можете это понять элементарно. Вот. Значит, в моём окружении, ну таких прям вот, чтобы лично знакомых, наверное, нету, но я знаю людей, которые проходили эту систему, результаты, конечно, супер, невероятные. Я вам хочу сказать, что я тоже, мы тоже, ну я со своим ребёнком, ну мы являемся, я являюсь противником лежания, сидения и всё на этом заканчивается. То есть все вот эти различные гимнастики, в том числе там всякие казацкие гимнастики и прочее. Знаете, когда ребёнка за ноги берут там и грудь откидают, вот это очень здорово. То есть главное, чтобы вы правильного специалиста упали, чтобы он вам ничего не сломал. То есть вообще, честно говоря, сломать в этом возрасте ребёнка очень сложно что-то, вот. Ну если он здоров, если у него нормально всё с кальцием и так далее. Вот. Поэтому система неплохая. Можете обратиться к ним, я не думаю, что там что-то вам навредят. К сожалению, лично они знакомы. Но я изучала их метод. Поэтому знаю людей, которые практиковали это. Результаты вообще невероятные. Поэтому могу сказать, что хорошая вещь. Но это из моего опыта. Да, я подтверждаю, что это очень хорошие вещи, правильно. И все недруги, которые заявляют какие-либо гадости, глупости, как правило, все тропиночки, они идут из двух путей, из двух точек, вернее, тропиночки к этим высказываниям. Первый просто от страха и от невежества. А второе, что самое главное, это такие реплики порождают те, кто стоит на основах коммерции, вытаскивания денег. И чем меньше будет здоровых детей, тем больше будет у них прибыль. Поэтому очень много наездов на людей, которые восстанавливают естественный образ беременности, естественный образ рождения и естественное развитие ребенка. В том числе и питания, и всего остального. Так что просто взвешивайте все, ставьте на свои места, и будет у вас правда, будет у вас понимание. Дальше. Родалика задает вопрос. Всем здравия, вопрос в эфир. А маленькая чашка кофе в день, всю беременность, это чем-то чревато? Детей спокойно уже годик. Хороший вопрос такой. Знаете, я знаю людей, которые всю беременность пьют и курят. И дитё спокойно уже два годика. Такие примеры масса. Мы говорили о том, что у ребёнка есть мощный плацентарный барьер. То, что будет там с вами после этого, это вопрос, конечно, отдельный. Но учтите, кофе – это наркотик, абсолютно легализован. То есть в крови вашего ребёнка постоянно поддерживалось наркотическое состояние. А то, что он спокойный, меня абсолютно не удивляет после этого. Ну, что значит спокойно? Спокойное понятие относительно. То есть насколько он спокойный. То есть нормальный живый ребёнок, он должен быть активен. То есть он должен всем интересоваться, всё там тянуть, изучать, не знаю, бежать, метать, что-то смотреть, куда-то, понимаете? То есть тут очень такой вопрос размытый. Поэтому мне сложно как-то детализировать. Поэтому действительно есть много людей, которые пьют, курят. И я даже знаю людей, которые курят, пьют и кормят грудью. И при этом якобы визуально ребёнок здоров. Визуально. Но в реале там уже и псориаз начинающийся, просто они этого не видят, так как в силу своих отсутствия знаний в этом. А в реале там уже и ОРЗ бесконечный, в реале там уже и температурка была. В общем-то, ребёнок действительно как-то чрезмерно спокойный, потому что он постоянно под кайфом. Ну извините за прямоту. Потому как ребёнок, там мама упивает и кормит его молоко. Ну то есть вообще нормальному человеку на это смотреть невозможно. Не то что, а ещё осознавая эти процессы, понимая, что при этом происходит в организме ребёнка. То есть это же всё не проявляется так быстро. Быстро проявляется только откровенная химия такая мощная. Типа прививки, например. Там бабахнули, приехали через год, человек инвалид, ребёнок. О, там заметно. Потому как это очень мощная такая, целенаправленная. Да, а здесь когда идёт такое капельное-капельное накопление, это со временем как бы… Но если вы пили только кофе, но при этом там какое-то хорошее питание ввели, то я, возможно, допускаю, что где-то скомпенсировалось, в общем-то, это влияние. То есть всё же компенсаторно у нас, к счастью. Иначе бы мы просто не выживали вообще. Поэтому вот так. Я с тобой полностью согласен, что по внешнему виду можно судить по какому-то овощу. И то не всегда. Бывает внешний вид овощи хорошие, но когда каким-то тестером его измеряешь, то там показывают такие неприятные… Вещи, да. А уж что говорить про человеческий организм, про ребёнка. Внешне, да, бывает, но всё нормально. Ручки, ножки на месте, глазки двигаются, слышат вроде. А когда уже к шести годикам подходит что-то такое, к школе пора идти, вдруг оказывается, что он устно-насталый. Или он, например, там автентичен полностью. Или что-то там у него ещё. Это… Потом начинают мамочки такие переживать и начинают искать какие-то проблемы. Где-то там через эзотерику что-то. А на самом деле всё банально просто. Выпивали, употребляли наркотики какие-то, травили себя. Ну так, кайф получали. А что там маленькая чашечка кофе? А что там маленький стаканчик водочки? А что там маленький стаканчик вина, шампанское и так далее? Пивко, в конце концов. Многие же рекомендуют, советуют. А на самом деле это всё чревато и в конечном итоге когда-нибудь да скажется. А в чём это скажется? В плохом здоровье, в короткой жизни, в умственной осталости или в чём-то ещё. Может быть человек будет абсолютно бесплодный. Это время покажет. Поэтому, конечно, не отказывайте себе ни в чём. Не надо. Если вы не хотите о чём-то думать в дальнейшем, что будет там дальше. Дальше. Следующий вопрос. Ингварь задает вопрос в эфир. Девушки часто жалуются. Вот кто-то живёт как попало и залетает с первого раза. А кому-то, хорошему человеку, приходится мучиться с трудом беременности. Почему действительно так может быть? Какой хороший вопрос. Я над ним думала очень много лет. Хороший вопрос на самом деле. И много людей, которые страдают подобными, скажем так, патологией, они тоже за ним задаются. Но вот, понимаете, если мы говорим об организме как наборе органов, как нас рассматривает медицина, то если с этой стороны порассуждать, то как это можно объяснить? Возможно, те, которые сегодня ведут более разгульный образ жизни, имеют хорошую генетическую платформу на основе того, что их предки вели более нормальный здоровый образ жизни, чем те предки, человек, который, ну понимаете, да, который сегодня, наоборот, там весь такой правильный, весь там старается что-то там в экологический, значит, на какой-то экологический путь вступить. То есть всё-таки генетический фактор, он присутствует. Хотим мы этого или нет? То есть поэтому очень часто вот бабушка там жила в селе сто лет, там ела только овощи, фрукты, например, там, я не знаю, дышала свежим воздухом и так далее. А уже там дочка её там, да, она уже там разгульный образ жизни, вот, и, в общем-то, и потом удивляешься, как так вообще? То есть она вот вся такая, потому что у неё очень серьёзная платформа, то есть, знаете, это как вот дети, каждое следующее поколение рождается более слабым, да, чем больше мы там вкалываем им прививок. То есть, например, уже подсчитано там было, что если так будет продолжаться прививочная экспансия, то где-то там через лет 70 рождамость вообще остановится, вообще, потому как, ну, каждое следующее поколение, оно слабее предыдущего в несколько раз. То есть здесь аналогичная история. Но это если рассматривать организм только как набор органов, да, то есть есть вот там иммунная система, гормональная и так далее. Если рассматривать более глубже, там, более широкоформатно, там, со всеми нашими многослойными телами и так далее, то я думаю, что, ну, тут тоже вопрос, наверное, какой-то, я не знаю, может, карма какая-то, я не знаю, честно вам скажу, что я тоже над этим вопросом очень много лет думала. Почему-то кто-то очень плохой, у него хорошее здоровье, а кто-то там весь такой правильный, весь, я не знаю, всё старается отдать. И вот я сама в такую ситуацию попала, вот что греха ты, я вроде бы никому ничего не сделала, а вот влетела в такое состояние здоровья, да, что приходится выпутывать это уже 20 лет, вот, и как-то пожинать те плоды, вот, которые там, ну, родили по незнанию, там, наделали этих прививок, да, вот, ну, как бы, ну, не знаю, либо карма какая-то, то есть, ну, вот, вот, невозможно полностью компетентно на это ответить. Наталья, не парься, не парься по этому вопросу, потому что, на самом деле, всё очень индивидуально, вот, если отдельно рассмотреть ситуацию, тогда что-то, о чём-то можно говорить, а так это будет очень долго и непонятно для чего. Да, да, согласна. Давай, ещё у нас один вопрос, есть последний, мы будем загругляться. Алексей Тарасов, вопрос в эфир. Наталья, бывали ли случаи в вашей практике, когда малыш выходил, выходил ножками вперёд или было обвивание шеи пубовиной? Как действовать в подобных случаях? Как остановить кровотечение? Что посоветуете попить из натуральных трав в предродовые дни и во время схваток? Благодарю. Давай по порядку. Давай. Очень много. Значит, ну, во-первых, в моей практике быть не могло, что малыш выходил ножками вперёд, я не акушер. То есть, я не принимаю роды, я не являюсь акушером. Конечно, так как я человек такой, ну, очень такой ответственный на каждый момент, который изучаю, да, поэтому, если я в чём-то начинаю разбираться, это уже так комплексно, да, поэтому, вот, к моменту рождения ребёнка было подготовлено, я не знаю, наверное, по всем фронтам. Ну, за исключением, наверное, соски. То есть, там всё-таки был момент, который мы упустили. Вот, но зато опыт, да. Значит, поэтому, когда дети выходят ногами вперёд, это вообще, на самом деле, никакая не новость. И это было очень много веков, если вы изучите вопрос, это было очень много веков назад тоже. И никто из-за этого не кисарил, понимаете? Никто из-за этого не… Ну, то есть, это только недавно относительно начало, потому что мы тоже, я же тоже как бы готовился, вдруг мало ли чего. То есть, ребёнок может бац и перевернуться ни с того ни с сего ногами вперёд. Поэтому я этот вопрос очень детально изучала. Значит, хотя ни с того ни с сего тоже не бывает, я очень так утрированно об этом сказала, тоже есть этому причина. Вот, значит, поэтому классическое ведение принятия таких родов – это кесарево. Вот, либо там уже щипцами тянут, там уже надрезы какие-то и так далее. Значит, на самом деле это всё, если вы копнёте историю, и поверьте, это далеко не очень сложно найти. Если вы начнёте лицо в интернете, вы там нарвётесь на литературу старинную, на форумы какие-то там и так далее, значит, и копнёте много интересного. Значит, на самом деле это всё лишь мастерство рукопушера должно быть. То есть, есть дети, которые рождаются вперёд ногами, и у них там, ну, короче говоря, это особая такая, скажем так, каста людей, да, то есть, которая таким образом рождаются, если это не является какой-то… То есть, если ребёнок от чего-то не уходил, бывает такое, что ребёнок от чего-то выворачивается. То есть, возможно, даже и от УЗИ, кстати, которые делаются на последних сроках. То есть, я не исключаю этого момента. Это вам лучше поговорить с этим, с генетиками, которые больше знают на этот вопрос. Что, возможно, ребёнок… Бывают такие случаи, что нормально-нормально, лежал нормально, тут в день родов делает УЗИ, и он раз, и перевернулся ногами. То есть, я таких случаев знаю, ну, порядка, наверное, десяти. Только личных знакомых. Значит, это первое. Потом, значит, акушеры, которые владеют мастерством принятия родов, вот, в том числе и с соблюдением условий для правильного выделения окситоцина, то есть, полумрачная комната, да, там, для того, чтобы гормоны правильно работали, значит, то расширение идёт на расслабление мышечной, значит, мышечного тонуса расслабления. То есть, настолько происходит, что такой ребёнок нормально рождается даже ногами. То есть, дальше зависит всё от мастерства и акушера. То есть, таких акушеров учили. Сегодня этого не происходит. Сегодня это показания для Кесарева в основном. В основном. Ну, бывают ещё там остались люди, которые там… Ну, я думаю, что это поколение очень уходит практически. Потому что даже по нашей кафедре, могу сказать, у нас в институте не готовят людей. То есть, уже сегодня говорят в официальной программе, что это показания Кесарева. Хотя ещё несколько веков назад это было абсолютной нормой. Ну, просто ребёнок рождается на ногами, и что? Просто надо более, более, как бы умелый акушер, понимаете? Вот и всё. По поводу обвития пуповиной. Это, конечно, страшные случаи. Там тоже умение акушера. Есть такие акушеры, которые умеют принимать роды даже с обвитием, без всяких кесарев и надрезов. Я сейчас говорю, многие думают, наверное, где на таких акушерах видела? Ну, просто, видимо, я в этой среде, поэтому мне попадались. Их очень мало, там, один, не знаю, несколько тысяч. Но сегодня есть такой метод, не помню точно, как называют это шарф. Ну, как-то методика, в общем, работы с шарфом и с беременной женщиной. И вплоть до того, найдите в интернете, я забыла, как называется методика, как-то они работают с шарфом. Это придумала какая-то американка. Американка, ну, понимаете, они там от безвыходности уже, от того, что там их всех подряд кесарят, они уже там изобретают велосипед просто из ничего. И реально метод, ну, просто шикарный. Он работает, действительно. Значит, то есть специальный такой, ну, назовем его оператор, да, вот женщина, которая работает с этим шарфом с беременной на последних сроках, даже ребёнок может перевернуться. Он даже может перевернуться несколько раз из-за таких манипуляций с этим шарфом, что пуповина раскручивается до родов. Вот такое, вот я таких случаев тоже знаю. Значит, обратите внимание на вот эту методику. Потом по поводу пуповины, ещё скажу по поводу обвития. Значит, есть методики, вы тоже можете даже их найти самостоятельно, и может быть, если у вас попадётся адекватный акушер, вы даже сможете ему аккуратненько их подсказать, если вы найдёте такую литературу. У меня она встречалась много лет назад, значит, старые-старые книги, там ещё на древних языках, там, знаете, где твёрдый знак ещё у нас старых. Значит, к сожалению, я не смогу сейчас вспомнить название, о том, что есть, просто поройтесь на эту тему, я думаю, что вы что-нибудь найдёте, что есть методики снятия пуповины с головы, когда ребёнок идёт. Вот они есть, они есть действительно, значит, к сожалению, этому сейчас не учат в вузах, и это тоже является показанием к кесареву при обвитии. Потом, значит, при обвитии пуповины нельзя строго вертикальные роды. Возможно, роды в воде, но нельзя строго вертикальные, потому что, когда ребёнок будет идти, он себя просто удушит. Вот, то есть вы понимаете, да, то есть он идёт, опускается, этого делать нельзя. Потом при обвитии пуповины нежелательно делать обезболивание вообще, потому что, если вы обезболиваете себя, вы не чувствуете, как вам повернуться так, чтобы уменьшить, да, натяжение пуповины. Вот, а когда вы чувствуете, вы можете, ну, то есть, когда женщина свободна в родах, она принимает любые позы, вот, и это может очень существенно, в общем-то, ну, улучшить ситуацию и вообще избежать всяких операций, даже с учётом вот таких вот вещей. Вот, но опять же, это вам нужно покопаться в этом, вот в этой формате литературы, потому что тут разговоры ещё часа на два на эту тему, конечно. По поводу остановки кровотечения. Ну, стандартная поля от витамин К. Вот, вообще, значит, по поводу трав не совсем поняла вопрос. Что там попить в натуральные предродовые дни? Ну, что можно перед, да, и во время? Ну, по поводу трав я бы тут сильно не рисковала, потому что мы сегодня настолько все загажены, захимичены, что может возникнуть какая-то не очень адекватная реакция. Я вот, я, так как я работаю с эфирами, я могу вам подсказать по своей специализации, что можно сделать. Значит, я шла в роды с маслом лаванды, с эфиром, с маслом иланги-ланга. Это очень серьёзные миорелаксанты, при этом гормоностимуляторы. То есть, ну, потому что они… Причём наносить можно локально. Вы можете помазать поясницу, вот, только с базы разбавьте. Можете помазать поясницу, помазать низ живота, это будет достаточно. То есть, ну, там каждые 2-3 часа, например. И это способствует выбросу гормона, в том числе окситоцина, который увеличивает маточное сокращение, да, то есть поможет вытолкнуть плод. Вот. Это первое. И второе, это… Так как это сосудорасширяющие продукты, то есть они увеличивают расхождение. То есть, ну, по сути, как антиспазмолитики, да, то есть они снимают напряжение, зажатые мышцы, и расширяют, способствуют расширению для облегчения выхождения плода. И, кстати, обезболивают. Но обезболивают не на гормональном уровне, а на местном, то есть такими отвлекающими моментами, да. Поэтому вот такие вещи вот очень серьёзно помогают. Поэтому, что по поводу трав, ну, точно, точно снижают спазмы. Если вы хотите ускорить роды, это можно ромашка, там, она является ядовитой травой, чтобы вы знали. Вот. Хотя плацентальный барьер этого не пропустит. Это все яды, поэтому… Я хочу сказать, что запрещена официальная ромашка, мята, там, где-то всё пила, вот, в маленьких дозах, в небольших, там, по четверти чайной ложки. Это профилактика тонуса матки, вот, и это профилактика, потому что тонусоматка назначают химические препараты, вот, то есть нужно это всё делать аккуратно. Вот. Ну, раньше пили, знаете, как правильно говорят натуропаты сегодняшние, что раньше всю беременность пили травяные чаи, и ничего, а сейчас там стоит как-то ромашки выпить, уже всё, уже чуть ли не угроза выкидыша. Потому что настолько мы уже захимичены, что, ну, то есть вообще неадекватно реагируем на абсолютно адекватный для нас продукт. Поэтому вот так вот. То есть вот такие могут рекомендации дать. Ну, в общем, всё. Хорошая рекомендация, вопрос мы все зачитали, давай прощаться с нашими радиослушателями, что-то желаемое нам всем в конце. Ну, в общем, что здесь особо желать, скажем так? Я уже, я, наверное, много чего сказала, может быть, кому-то не ответила на вопросы ваши, там, личные, частные. Извините, конечно, мы ограничены по времени. Я знаю, что очень многие потом стараются мне, там, звонить, писать. И я сразу прошу прощения наперёд, что я могу не ответить даже неделю и даже две, потому как у меня у самой маленький ребёнок и, в общем, большая занятость, и экзамены, и всё на свете. Вот. Поэтому сразу наперёд извините. Я ни в коем случае не хочу там никого обидеть и так далее. Значит, по поводу пожеланий. Ну, желаю, в общем-то, всем здоровых деток. Это, наверное, самое главное. И желаю здравомыслей на пути к их зачатию, к их выращиванию, к их воспитанию и прочему, что связано вообще с детьми, с семьёй, потому как общество сегодня достаточно агрессивно, и вообще адекватных людей как бы днём со днём не сыщешь, конечно. Поэтому я вот желаю вам всего хорошего, что связано с семьёй, с детьми, благополучия на пути к, скажем так, где всего, что связано с детским вопросом, потому как наш эфир этому приурочен. Поэтому всех рада видеть. Всегда большое спасибо за внимание, что дождались второй части, да, и всегда рада ответить на ваши вопросы. Всем большое спасибо. Ну, вот и хорошо. От себя добавлю, что для того, чтобы у вас было всё хорошо, чтобы деточки у вас были здоровые, чтобы семьи у вас были полноценные, и чтобы дом был полная чаша, ну и так далее, там по списку, то в этом случае необходимо понимать, кто вы. Понимать, как жили ваши предки. Понимать, из какого вы рода. Знать, откуда вы взялись на этом свете. Для чего вы пришли на этот свет. Вот если вы всё это понимаете, если вы изучаете свою собственную древность, своё прошлое, своё наследие, то тогда и жизнь отзывается для вас так, как она должна отзываться для здравомыслящего, ведущего человека. Рецепт хорошей жизни очень прост. Просто будьте человеками, будьте ведущими людьми, становитесь таковыми. И тогда, по-хозяйски, когда вы распоряжаетесь жизнью, жизнь будет распоряжаться по-хозяйски в отношении вас. То есть здесь вы с жизнью будете партнёры, а не просто подчинённый чему-либо влиянию и чему-либо хотению. Вот такая простая бытовая практика, бытовая магия, если хотите, которая давным-давно проверена. Ничего выдумывать не надо. Всё в этом мире очень просто и очень хорошо устроено. Просто не надо его переворачивать, совершенно в другую позицию ставить, несвойственное вам, несвойственное ему. И всё будет так хорошо. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 24 мая 2016 года, вторник, по одному из старинных третий день месяца метров, неделя, 7524 лета. Мы говорили про естественную беременность в условиях мегаполиса. Это было продолжение первой нашей встречи. То есть это была у нас часть вторая. И главная соведущая Наталья Чернова. Всех благодарю за активное участие в эфире, за то, что очень много интересного писали в чате. Наталья, тебе низкий поклон. Я думаю, через месяц мы ещё с тобой услышимся в эфире, какую-нибудь темочку тоже интересную разберём. И нашим радиослушателям желаю добра, до новых встреч, услышимся. С вами был Народнославянское радио. Продолжение следует...